Всем привет! Это подкаст UwebDesign. Сегодня 30 июня 2016 года, выпуск номер 89. Время без 10.10 по Челябинску. Всем привет! Собрались сегодня пораньше, а записываем всё равно около 10. У нас есть для вас, как обычно, несколько громких тем. 35 интерфейсов, которые изменили мир. Неизведанные свойства... О, блин. Неизвестные значения CSS-свойства дисплей. Может ли программист превратиться в оператора EVM? Погнали! Знаешь что? Я хочу сказать, как обычно, уже несколько практически выпусков подряд, что на UwebDesign.ru я не буду вот это всё, как обычно, прелюдии свои говорить. Сегодня без прелюдий. Сегодня мужики у нас одни сидят. Так. Сразу на UwebDesign.ru заходите, там спокойно в сайт-баре находите темы к ближайшему подкасту. Это пост, в котором можно оставлять свои комментарии и писать нам темки, которые вы хотите, чтобы мы рассмотрели в подкасте. Как тебе такое? По-моему, как раз без прелюдий. Прямо как я люблю. Хоп и на сухую. Прямо сказал и нормально. На самом деле, да, мы ещё вам сейчас скажем пренеприятнейшее известие. У нас будет небольшой перерыв в подкасте на две недели, на пару-тройку недель. Не знаем точно сейчас на сколько. Поэтому прям выдержанные будут темы, как в бочках от винограда. Да. Ну, отпуск, это нормально. То есть, у всех шоу есть отпуск летом. Потому что CBS и NBC нам не заплатили в этот раз. Да. Задержали как-то свои платежи до сентября. Поэтому придётся как-то своими, так сказать, этими способами. Да. Ну, можно переходить, наверное, сразу к темам. Потому что у нас, как обычно, дизайн самый вкусный раздел. Я очень люблю дизайн, на самом деле. Вот этот наш раздел там такой открывается прям. Согласен. Прям целые приходы. Я прям хотел бы... Чёрт. Прелюдией к этому было бы, на самом деле, я сейчас попробую найти в том, что... А, я нашёл. Вторая тема, которую нам предложили к этому выпуску, нам Евгений пишет. Интересно послушать что-то про юзабилити. Об изменениях этой науки и стандартов веби за последние лет 15. На что я ему отвечаю. Так мы всегда только про юзабилити и говорим первую половину подкаста. Причём зачастую как раз в перспективе времён. А чувак сразу перематывает на смарт-тейп просто. Вот тоже может быть. И говорит, только давайте про юзабилити, слушайте. А сам жмёт только на разработку. Но, на самом деле, Евгений, пиши в комментариях нам где-нибудь под видосом или ещё. Что именно ты имел в виду? Может, мы как-то не так поняли. Но вообще у нас как раз про юзабилити. Давай. И первая тема из юзабилити у нас на новом бложике Beats of Code. Beats of CO.de. Вау. Предположительно немцы, но, возможно, ребят из солнечного LA. Или из радужного SF. Я не знаю. Или RF ещё, может. Ну, тоже почти радужное, но тут наоборот. Так вот. Что же всё-таки использовать? Ссылочные элементы или anchors, якоря или элементы button? Так. Такой, знаешь, семантический holy war у нас сегодня в первой теме. На самом деле, довольно долгое время здесь прелюдия. Здесь небольшая есть всё-таки. Мы авторский стиль соблюдаем, а они все с прелюдиями хреначат. Типа, из покой веков мы использовали ашки, дивы, спаны и всякое другое, чтобы их стилизовать как кнопки, сделать кликабельными, так скажем. Ну и чтобы что-то происходило по клику. Ну, а на самом деле, уже давно со стандартом HTML5 пришёл к нам элемент button, который на самом деле вроде для того и существует. Ну и здесь сразу же пример, как делать не надо на HTML, что ссылка с хэшем вместо ссылки, так скажем. С ролью button, roll button, это причём в лучшем случае. И он клик какая-нибудь функция, которую мы там сами написали. Почти, слушай, а roll button вообще на хрена писать? Ну, оставили бы тогда ссылку просто и всё. Я если не ошибаюсь, а я могу ошибаться, ты как обычно заковыристые вопросы задаёшь. Оно сразу стилизует её как кнопку. Как дефолтную кнопку. Ну, понятно. Ну, я не готов сейчас ручаться за это. В зависимости от браузера, скорее всего. Ну да, у нас на самом деле беспрецедентность сегодня возможна, я не знаю, как получится, долгий подкаст. Поэтому я сейчас зайду прямо на MSDN к Mozilla. Или как там у них называется? Не MSDN? На MSDN. MSDN, а так Microsoft. Случайно. Так вот, и тут написано, что button roll должно использоваться для кликабельных элементов, чтобы был какой-то вызов, так сказать. Хотя вроде и так JavaScript-ом он будет. Ну окей. Непонятно. То есть, а стилизации ни слова пока. А стилизация есть, например, вот сниппет на MDN, что они иногда стилизуют именно атрибутным селектором, то есть в квадратных кавычках roll button. И все элементы, у которых roll button, стилизуются как button. Там с пейдингами и с границей. Понятно. Но по факту, я думаю, да, это просто для accessibility. Ну то есть, грубо говоря, чуваки, они чуть-чуть хотят пойти в сторону accessibility, добавить и добавить roll button. Но элемент button использовать все равно не хотят. Ну отлично. Поэтому, да, нужно использовать button, причем не просто button, а button type button. Потому что есть button type reset, чтобы ты понимал, и по клику на reset дефолтное поведение это сбросить все поля на форме, если это внутри формы кнопка находится. Вау. Ага. Поэтому надо именно button type button. Ну, то есть семантично. Просто можно оставить button, конечно, но тогда валидацию не пройдет, поэтому вот да. И в чем же разница на самом деле? Разница, если их стилизовать, эти два элемента, они будут выглядеть одинаково и как бы функционировать. И функционировать одинаково. Естественно, да, если их запрограммировать как следует, а программировать надо как следует в наши времена, то да, будет все одинаково, но с точки зрения семантики будут некоторые проблемы. Потому что A это ссылка, это якорьный элемент, который ведет либо на другую страницу, либо на секцию этой страницы, если мы с хешем будем обращаться. И к нему подходит, подходит, как ключи, два CSS-псердокласса, линк и визит. Ну, дополнительно подходит еще хувер или ховер, ховер, актив и фокус. И если ховер, актив и фокус подойдут и для баттона, то линк и визит подойдут только для ашки, соответственно. Ну, то есть, да, про баттон и про резет я уже сказал, поэтому с точки зрения навигации по клавиатуре можно табаться и стрелочками передвигаться и по баттонам, и по ссылкам, и кликать их с пробелом и с энтером, то есть тут все точно так же. Так в чем же проблема? Проблема в том, что если вдруг JavaScript отключен, то такие кнопки, которые ашками, они будут уходить вверх страницы, потому что хэш будет срабатывать и как бы наверх. Поэтому, в принципе, перехватывать дефолтный JavaScript ивент клика по ссылке и подменять его чем-то другим, это уже хак. Погоди, погоди. А если, короче, у тебя просто баттон, что будет? При отключенном JavaScript? Да. Ничего не будет. Просто ты будешь на нее кликать, если у него есть стили, ну, на нажатие на Active, то она будет как-то меняться, но точно так же ничего не будет происходить. Так, ну то есть это более, как бы, для юзера понятное поведение? Да на самом деле, если отключен JavaScript, для юзера не будет понятного поведения. Надо делать какой-нибудь ноутскрипт элемент с подписью, типа, у вас отключат JavaScript, кнопка не работает. Но более понятно в том смысле, что хотя бы наверх страницы тебя не дергает. В этом да. Поэтому, на самом деле, единственная проблема, которую нужно... Если вы делаете какие-то... Мы, кстати, с тобой это обсуждали уже в подкасте когда-то раз, что если у тебя есть какой-то... Хотя, может, это я на рабочем брифинге обсуждал, не готовься ответить, ну, я бы точно говорил вот этими губами, устами вот этими глаголил, что если у тебя действие подразумевает какой-то переход, пусть это, допустим, обработка форума на сервере и переход на страницу success, то тебе нужно, соответственно, прописать fallback, который, допустим, отключен у тебя JavaScript, у тебя AJAX не сработал, так бы у тебя AJAX прилетело уведомление, типа, все успешно, спасибо, круто. А если отключен JavaScript, ты также нажал кнопку, также улетело методом пост на сервер, просто с перезагрузкой страницы, но после перезагрузки уже вернулся ответ, соответствующий, простите за тавтологию, и сверху также, все успешно, вы молодец, просто с перезагрузкой страницы. Да, мы это говорили в подкасте. Ну вот да. Но для этого надо заморачиваться, писать обработчик для конкретно, для той же ссылки, для того же экшена, если уже прилетело что-то в пост массиве с сервера, то есть это ответ, тогда указать сверху там какой-нибудь бокс, notification и так далее. А, ну, если, грубо говоря, какое-то событие подразумевает переход на страницу там и так далее, но если событие не подразумевает переходы, типа там, открыть спойлер, или там кат и так далее, ну, опять же, можно, конечно, прописать какой-нибудь фоллбэк, что ты нажал на ссылку, и он перезагрузил страницу с открытым катом, ну, это уже что-то какой-то сюрреализм, тут уже просто, ну, баттон есть баттон. Хотя, когда мы с тобой в прошлый раз обсуждали, я сейчас вспомню, я приведу, например, калькулятор. То есть там точно уже, ну, с перезагруженной страницы плюс 5... Чисто постом посылать все. Ну, да. Это можно, конечно, пост калькулятор написать, и наверняка на каких-нибудь олимпиадах в 90-е годы были такие задания, когда еще нет этом пост, надо было обрабатывать на перли все. Ну, перли, возможно, еще кого-нибудь во время того, как это долго все писали. Ну, так, в общем, нужно для себя самого решить, как же ты будешь это... Как же ты будешь писать этот фоллбэк. Так. Team Fallback. Вот, да, вот именно этот фоллбэк. Как раз до 4 июля надо успеть контру купить. И здесь нам в статье даны примеры конкретные, как же можно сделать, если JavaScript... Так, нет. Если JavaScript отключен, какие... Ну-ка. Я сейчас путаюсь. Короче, как забиндить конкретную... Конкретный коллбэк, получается, да, на Encore Buttons, на все селекторы с Roll Button, и хотя бы, чтобы... Не знаю, вообще. То есть... Так, ну здесь цену паузу поставили. Оригинальную паузу. И второй пункт, кроме того, что нужно написать какой-нибудь фоллбэк, мы должны семантически ссылку оформить так, чтобы скринридеры думали, что это не ссылка, а кнопка. Но для этого, кроме Roll Button, мы можем написать еще JavaScript обработчик, что если, грубо говоря, идет переход по ссылкам, и мы на пробел биндим клик. Я не знаю, при чем здесь пробел, но, видимо, скринридеры, они на пробел переходят по кнопкам, и так они понимают, кнопка это или ссылка. Ну и на самом деле здесь конкретно показано, что даже если JavaScript отключен, то мы переходим на Hash Navigation Alternative, и это будет какая-нибудь альтернатива, причем мы можем ее показывать только по псевдоклассу Target, а есть псевдокласс Target, который, например, тот элемент, на который указывает хэш в адресной строке страницы. Кстати, в темах к нашему подкасту у нас есть такой класс для комментариев, я здесь демонстрирую, и делаю Target на свой комментарий, ответ вот про юзабилити, и у него желтая такая рамочка, или оранжевая. Таргет случайно не используется иногда, я не знаю, как принято, но иногда вот когда ты делаешь именно движение по анкорам на лендинге, например, ты можешь таргетами там размечать что-то какая-то такая хрень, или как-то. Ты можешь подсвечивать, что выбрано, то есть если элемент таргет, у него подчеркивание, и ты точно знаешь, обычно это используется, например, на дисказ-комментариях. Когда ты из мыла переходишь на свой комментарий, на тот, который тебе написали, у него хэшная ссылка добавлена, и у тебя он желтенькой такой штучечкой, аккуратненько и слева подсвечен, что вот именно об этом комменте тебе речь в мыле шла. Так что вот так. Поэтому вот для того предоставлен такой именно HREF-овый фоллбэк, который сработает даже и без джава-скрипта. Какое же у нас решение нам предлагают? Потому что есть такая дилемма. Баттон-элемент семантически правильный, но у него нельзя сделать прогрессив-энхэнсмент. Я здесь даже оставлю маркер про видос прогрессивное улучшение, где мы с тобой прямо в подкасте огромную тему обсуждали об этом. Причем очень мало смотрели этот подкаст. Ну вот, может, теперь хоть посмотрим, сколько тут ссылку мы оставили. А элемент A, он прогрессивно улучшаем, из-за того, что, ну, грубо говоря, без джава-скрипта он срабатывает по анкору, а с ним на него вешается какой-нибудь колбэк. Но семантически неверен. Поэтому самое, типа, прикольное решение было бы без джава-скрипта оставлять ашки, но если жава-скрипт включен, то подменять их баттенами, и все, и баттеном вешать тот же класс, там, тот же колбэк, соответственно, и так далее. Это, конечно, довольно такое супер-буллет-пруфное решение. Непонятно, нахрена вообще в данном случае за семантическим, за семантичностью рваться. По-моему, вот мой вариант, который говорит о том, что если подразумевается какое-то действие во что бы то ни стало, там, отправка формы или что-то еще, то лучше прописать фоллбэк. А если нет, типа, калькулятора, то можно и не прописывать, потому что, ну, блин, какой калькулятор без джава-скрипта? Ну да, логично очень. Ну вот, и так он здесь написал, можно написать класс анкор баттен, и просто стилизовать и ашки, и баттены, соответственно, одинаково. Ну и все. И подменять их, как я уже сказал, выше при загрузке страниц, если джава-скрипт включен. Пишите в комментариях, какие вы выбираете способы, а мы дальше переходим к следующей теме. Тема от Ника Байбича. Так, ну все ждали наверняка. Естественно. Прям, возможно, сейчас шампанское открыли только в этот момент, когда мы до этой темы дошли. Нам даже в комментариях писали, типа, причем, я не помню, где, на ВК? Нет, мне кажется, именно на youofdesign.ru. Не, на youofdesign.ru не было, я сейчас все перечислю. А, значит, на ютубе. Ну, короче, чувак пишет, ну, короче, понял. Как только Ник Байбич напишет, тогда и выйдет подкаст. Ну да, у нас подкаст здесь выходит с задержкой. Но задержки... Но это не та, которая задержка, которая прелюдия. Да, да, это вот с теми нормальные все. Так вот, чекбоксы и тоглы. А тоглы я взял... Тоглы? Это круто, как гоглы. Практически, да. Да, хочется сразу с этим, с карманными часами в жилетках подкаст записывать, когда о гоглах речь идет. Но тоглы, переключатели, давай так скажем. Тем более, что именно от американских вот этих аккуратных выключателей света, такой пимпочкой, и пошло вообще весь этот UI-элемент. Так вот, Ник Байбич нам говорит, вот вы когда формы делаете, вы не забывайте, что у вас много есть элементов, типа чекбоксов, тоглов, радиобаттонов и дропдаунов. Кстати, про радиобаттоны и дропдаунов он уже написал статьи, а про радиобаттоны мы даже и обсуждали. А он специально, он пишет сначала про одно, потом про другое. Да, а потом хоп, перелинковочку, и вот он уже гуру UX, потому что он обо всем и про все. Так вот, как же нам использовать чекбоксы? Про них мы тоже чуть-чуть говорили, когда мы выбирали, что использовать, радиобаттон или чекбокс, но повторение мать учения, поэтому да. Я напомню для наших маленьких радиослушателей, чекбоксы это там, где галочку ставить. Или крестики, по-моему, на андроидах или где-то по дефолту крестики. Это где вот в ЕГЭ вы там решали тестики, и вот там. Вот там вы чекбоксы ставили. В части А. В части бетовой буковки уже писали. А в части С ничего не писали, скорее всего, просто уходили курить уже, и все. Так вот, а то и чекбоксы подразумевают множественный выбор вариантов. То есть не как радиобаттон, только один из нескольких, а сколько вариантов, столько и можно чекбоксов поставить. Тогглы — это переключатели, которые обычно изображают действие. И они даже физически своим видом показывают действие, что ты прям выключатель передергиваешь, как затвор, и все. И у тебя сразу действие происходит. Здесь как раз вот этот световой выключатель, чистенький. Кстати, обычно, я не помню, по-моему, разрушитель легенд проверяли, что самые три грязные вещи в квартире — это выключатели, пульты и клавиатуры. Потому что там все пальцы вообще побывали. Ну, это логично. Да, в принципе, где все пальцы побывали, там и самое грязное место. Так вот, самые best practices для чекбоксов и тогглов. Используйте первое. Нужно использовать стандартный вид. То есть чекбокс — это галочка, и написано иногда «Х». Почему-то Ник Бабич нам не рассказал, где используется «Х». Ну, то есть крестик, как бы так называемый. Ну да, но, видимо, где-то используется. Это, скорее всего, используется, когда ты выбираешь либо Клинтон, либо Трамп. Ставишь крестик, вот там и используется. Ну, это понятно, но вебе-то. Или у них вебе тоже можно, интересно. Не знаю. Так вот, а тоггл, ну, выглядит, выглядит как обычный переключатель. Влево-вправо. Я вверх-вниз в интернете не видел, но да. Так вот, первый пункт. Слушай, надо делать. И патентовать. Вверх-вниз как раз будет выключать не такое. Знаешь, ночную или дневную темку на ее веб-дизайне включать, вверх-вниз. Прикольно. Сразу вспоминается веб-дизайнер Депо, на котором сейчас можно сам с серии фоносерии в шрифт менять справа. Да, да, да. И, по-моему, тоже делать версии для слабовидящих. Ну, кстати, если кто-то из наших слушателей делает сайты, да ну нахрен, и тем более делает сайты по какому-то там федеральному закону. По какой-то причине. Да, да, да. Типа там для госучреждений и так далее, то там нужно обязательно как раз версию для слабовидящих, для невидящих, для неслышащих. Ой, да, там, да. И вот все это. За все это можно бабки взять. Ну, вот понятно, но просто, понимаешь, здесь никто не рад. Не те, кто это делает. Хотя единожды сделав какой-нибудь jQuery плагин, уже тебе радостно за этот день не брать. Ну, так вот, первый пункт. Для тогглов надо обязательно делать какой-то визуальный фидбэк. А именно, он хоп, берет и окрашивается в цвет. Или подпрыгивает. Как будто бы ты прикладываешь усилия, чтобы его переключить и так далее. Это прям вот важно. Кстати, по поводу чекбоксов недавно на сайте ufdesign.ru я выкладывал библиотеку checkbox.css. Нихуй на себе. Да, я прям... И такой пиарить будем уже. Ну, а почему бы и нет? Я прям буду... Я, конечно, не заготовил заранее, к сожалению. Но вот 27 июня было. Анимированные чекбоксы. И там как раз есть несколько примеров как можно для чекбоксов тоже применить визуальные всякие штуки. Типа там он увеличился, повернулся боком и так далее. Так вот, обязательно вертикально все списки располагать, говорит нам Ник Бабич. Потому что тогда, ну, мы уже об этом говорили, непонятно, какой лейбл к какому чекбоксу относится. Да. Обязательно подсвечивайте выбранный элемент в тогглах либо цветом, либо надписью On-Off. Причем On-Off обычно пишется на противоположной стороне, которая открыта, так скажем. Ну, это значит, как на айфоне переключатель громкости. Когда ты выключил, тогда только красная палочка тебе показывается. Да. Ты понимаешь, что вот когда красную палочку ты видишь на противоположной стороне, значит, выключен звук. Так вот, и кроме этого, можно и цвет, и надпись сбоку вот так показывать. То есть, для совсем тупых дублировать On-Off с каждой стороны. Мне не нравится говно какое-то. Согласен, классический iOS-ный UI, причем не классический, а iOS 6. Ну, опять, классический в смысле старый. Он более крутой. Он прям реально крутой, я по-ташески. Я тебе больше скажу, я все еще вот эти тоглы, которые на iOS используются, я их все еще двигаю, а не просто нажимаю влево-вправо. Нет, я, к сожалению, уже нажимаю. Возможно, я уже прежним не буду, но когда-то я их тоже двигал. Хотя вот дядя, например, у меня двигает их. А это просто очень олдскульная такая. Раньше подвигать. Возможно, он-то на подкорке понимает, что это выключается. Ну да. Это я уже как чекбокс, на него жму просто и все, дурак. А он-то понимает всю подноготную. Позитивный вординг for checkbox label. Понял? Это означает просто показываете команды включить. Короче говоря, пусть у вас будет чекбокс включить, а не выключить. Потому что чекбокс выключить это бред. У тебя когнитивный диссонанс происходит. Вроде ты жмешь, чтобы включить, у тебя закрашивается чекбокс, а действие выключить. И это как бы, ну, тупо. Кроме этого, естественно, оборачиваете лейблом сам чекбокс, чтобы, ну, во-первых, просто делаете лейбл и оборачиваете в элемент лейбл для форм, чтобы можно по самому тексту кликать и тоже выбирать чекбокс. Но я вам сделаю еще один совет, именно сделаю. Оборачиваете сам чекбокс внутрь лейбла, чтобы даже мелкое пространство между надписью и чекбоксом тоже можно было кликать. Отлично. Ну, я вас всегда так делаю. Используйте чекбокс... Вот, кстати, следующее важно. Оно прям интересно. Используйте чекбоксы только, чтобы менять какие-то настройки, а не для действий. То есть, включить и выключить Wi-Fi лучше сделать переключателем. Потому что он уже просто на подкорке символизирует действие. Чекбокс Wi-Fi он вот даже смотрится и смотришь и как-то кажется тупо вообще. Вообще тупо. И вытекая из этого действие, которое ты совершаешь при включении тогла, должно сразу применяться. То есть, ты жмешь Wi-Fi, как ты говоришь, проводишь его и сразу включается Wi-Fi. А чекбокс можно его поставить и только потом сделать сабмит. То есть, ты, грубо говоря, ты согласился, а документ этот передаешь уже потом. То есть, это опять же... Это действие из жизни. Как в ЕГЭ. В ЕГЭ же ты можешь несколько зачеркивать. Ты можешь жопу вытереть потом этой бумажкой. Ну, это понятно. Ты не рассказывай. Вдруг у нас есть маленькие слушатели, которые... А, они уже... Которые еще не вытерли. Ну, еще... А у нас подкаст 18+. А, ну, то это все. Да, жопу подтираете, как мы все, собственно, и сделали. И нормально, и все. И конклужен. Используйте тогглы и чекбоксы с ответственностью. И не путайте, когда какие использовать. Я вот раньше не обращал на внимание на Ника Бабича, но он достаточно серьезный парень в галстуке. То есть, он говна не скажет, опять же. Да, у него, правда, глаза какие-то черные. Он, в принципе, какой-то такой, ну, темноволосый такой чувак какой-то. Я бы даже на самом деле сейчас не поленился. Взял ссылочку с Граватара на его Граватар и в сайт вместо 250 подставил 800, чтобы посмотреть его в фуллскрин. Ну и что? Ну, сейчас, подожди, грузится. Граватар, видимо, далеко от нас, от Челябина. Ну, он, к сожалению, маленькую залил. Ох, какой. Поэтому ну, серьезный пацан, короче говоря. Тут иначе и не скажешь. Ну, ладно, переходим от нашей дефолтной темы, классической про Ника Бабича. Теперь прям сейчас круто будет. Ну, тоже такие себе темы. Мы часто такие обсуждали. Разберем 10 брендов, статья с Creative Block. 10 брендов, которые, возможно, выглядели бы лучше без шелухи. Я бы так даже это назвал. Я просто посмотрел, какая у тебя там реклама. Ну, они нормальные какие-то там. IBM, как обычно. У меня World of Warcraft просто. Нет, суть какая. Сейчас вот эту тему кто слушает? Я просто каждый раз пытаюсь подумать, кто вот наши темы... Вот эту тему слушают девочки с Малескинами конкретно? Или какие? Или кто? Или наоборот, мальчики с бородами? Или кто? Знаешь, мальчики с бородами от девочек с Малескинами недалеко ушли, к сожалению. Девочки с бородами? Ну, давай, окей. Поэтому, наверное, они все и слушают. Возможно... Они друг на друга ножки закинули и слушают. О, блин, а? Как дописывать до подкаста с такими этими? Ну, на самом деле, мы же с тобой сделали в прошлый раз перекличку. Так. А может, и не в прошлый. Но нам там постоянно пишут комментарии, типа, каждый выпуск это я. Это вот эти вот люди, которые... они реально смотрят каждый выпуск. И вот каждый выпуск это про меня. Это я ваш каждый выпуск. Вот эти вот люди... Вот, возможно, вот эти пацаны каждый выпуск, они это тоже слушают. Вместе с мальчиками с бородами и девочками с Малескинами. Ну, давай, для них. Да, мы сейчас, кстати, с тобой, Никита, будем, как-то сказать, батл устраивать. Базай. И выбирать, кому какой... Да, такой батл тоже можем. Выбирать, кому какой дизайн какого бренда больше нравится. Ну-ка, давай, все, давай. Я не знаю, вот, ну, первый здесь Нутелла. Наши зрители все видят, а слушатели я не представляю. Вот это, это даже визионерам не получится представить, потому что тут... Ну да, да. Ну, потом посмотрите обязательно. Обязательно посмотрите, поставьте лайки там, расскажите друзьям о нашем прекрасном подкасте. Так вот, Нутелла. Тут причем в несколько этапов это сделано, и кто бы ты мог подумать, это лондонский дизайнер Мехмед Гозетлик. О, ну это уже лондонские такие, да? Уже, да. В Лондоне уже только такие приехали. Так вот, Мехмед, он в два шага нам Нутеллу раздел, так скажем. Ну, такие-то, да. Он, да, причем в Кельне тоже там раздевали пару Нутелл, потом закончилось все искрами. Так вот, сначала убрали именно картиночку намазанного хлеба, а потом и саму белую вот эту вот ленту, получается, убрали. Так. И осталась просто банка с шоколадной пастой и надпись Нутелла белая, контрастная. Ну да, мы сейчас обсудим сразу все, да? А потом уже скажем, какой больше понравился. Да. То есть такой даунскейлинг небольшой, как я понимаю. Прям, я бы даже сказал graceful degradation. Отлично, так, давай перейдем. Тут уже бутылочки. Я просто скажу, опять же, для наших слушателей, они в метро там едут, в транспорте, не знаю где. В метро и в транспорте, кстати, разные вещи. Так вот, в основном везде все сводится к тому, что дизайнер оставляет типографику и убирает все остальное. То есть, грубо говоря, остается шрифтовой логотип, так скажем. Напускное. Да. Следующий у нас швепс. Давай. И тут прям реально круто, потому что он даже у лимонного швепса, который на самом деле прозрачный, если его посмотреть, ну, сам напиток, он даже у него убрал этикетку и прям белым по прозрачному написал швепс. Мне кажется, он в какое-то пиво превратил швепс, но... Ну, да, между... Да, да, я согласен. Газировка, она ассоциируется именно с яркими этикетками. И даже промежуточный вариант, там, где он убрал всякие текстурки и прочее, он приемлемый. А там, где текстурки он убрал средние, это как блейзер. Ну, да. Ну, я говорю, приемлемый. 2007-й мой, верните, только и нормальный мой. Самое то. А потом от блейзера к пивку. В принципе, причем не только к пивку. Это из своей моей жизни, конечно. Боюсь, там отвертка уже. То есть, там слева, вот, справа, этот, томатный сок, сейчас сказать. Оранжевый сок, все уже, апельсиновый. Мистер Мускул. Так, для человека без мускул. Ну, тут тоже, как бы, сначала убрал текстурку, потом убрал этикетку. Неузнаваемый, на самом деле, бренд, просто потому что, может, у нас, а кто у нас? Мистер Пропер? Охрененно узнали. У нас с мылом моем. У нас Сиф. Сиф. Ну, Фи, это прикольно. Причем, здесь, на самом деле, совсем понятна разница между вторым и третьим вариантом. Ну, да, как-то... Ну, я так понимаю, второй вариант, это градиент, а третий, это не то, чтобы градиент, это у меня монитор поплыл просто, а там, на самом деле, стопишь этот, как сказать, там, ну, нет, я шучу, там коричневый градиент, просто не такой, не такой белый. И там даже, смотри, обрати внимание, логотип производителя, какой-то Сурик, он по центру и беленький. То есть, там, как в презентации, все. Нас недавно, нас подбудили, в чатике, человек, не буду говорить, Ник, что у нас, вот, ВК-шная новая аватарка, кстати, у нас редизайн, пишите в комментариях, как вам редизайн. И, он говорит, что, говорит, у вас аватарка, картинка вроде, она как презентация, все по центру, все обычными шрифтами и скучно. Вот чувак, он свел упаковки к скучности, он все сделал по центру, все сделал одним цветом и вообще. Я тебе так скажу, на самом деле, то фифи, да, оно в конце стало более, так скажем, лакшери конфетами. Естественно, оно как пачка сигарет австралийских стало, цвета понтоновского, 448С. И нормально, там даже надписи, вот из этого полукруга, дебильного, из World Art объектов, оно в нормальную презентацию, опять же, в лакшери. То есть у нас все, вот все лакшери. Дальше, кстати, презервативы тоже лакшери. Дюрекс. Сначала убрал текстуры, потом убрал вообще все. Я сразу посмотрел, и мне понравилось последнее. Мне вот не нравится эта клубничка, ну это позорно, ну что такое? Ну какая клубничка? Ну и банан. И банан, ну что-то какой? Я что, я их высывать буду клубничкой в Новояже? И банан, да. Вот. Но вообще, на самом деле, я недавно видел новость, что Дюрекс, какие-то у них сертификаты просрочились, эти сертификаты. Гений. То есть, видимо, настолько у них, у них за полдня так продажи упали, они там посидели у себя в Британии. Блин. А они Британия, да? Да. Их пришел, что характерный и Дюрекс и Контакс от Британии. Не знал. Ну вот так. Сколько используются? Да. А сил к японским. Ну это я тебе уже рассказывал. Так. В былые наши времена. Так вот, Несквик. Несквик. Убрали текстуру, то есть квики. Отцентровали. То есть квики убрали как его, Махмуд? Мехмед. Короче говоря, на самом деле, в конце это все похоже просто на трубу из Марио. Кстати, да, да. Она как бы должна быть зеленой. Я просто не боюсь, почему он не соблел вот это свое, что в конце все горизонтально. Он должен был Несквик по горизонтали сделать. И возможно было бы еще круче. Опять же, лакшери. Какао. Какава. К слову, к слову о лакшери шоколаде. Линд Экселленс. А это что за хрень? А, я знаю такое. Ну, это тот, который я ел с солью, с мятой, с говном. Вот тут он именно молочный. И сначала он убрал текстуру, то есть горы. А потом все просто по центру. И реально ведь лакшери. Ну, а тут лакшери. Хочется сразу в спа-салон эротический визитку вот такую сделать. На белом фоне золотыми буквами и курсивчиком. Да, и... Спа-малина. Просто и все. Не, я согласен. Это круто. Ну, как бы... Ну, дойдут. Дойдут еще некоторые люди до того, что это круто. Корнфлейкс. Просто, вот смотри, просто кукурузные хлопья. Угу. Ну, если реально есть, что ли, такой тайпл? Видимо. Не какой-нибудь там фитнес, какие-нибудь там шарики космостарс, там поп-коп-кок-роф. А тут корнфлейкс. Корнфлейкс. Я бы не сказал... Ну, ладно, это потом обсудим. Давай дальше. Рэдбол. Ну, Рэдбол... Это... Энергетического напитка. Да. Который действительно превратился в лакшери уже какой-то напиток под конец. Согласен. Вот почему так? Я не понимаю, почему. А чем больше... А чем меньше вот всяких вот этих понтов, так скажем... А распонтовочек? А распонтовочек. Все становится аскетично, круто. Мне причем второй вариант, промежуточный, кажется даже более продаваемым, чем первый. Я согласен. Среди подростков и их там классическая аудитория дальнобойщиков, мне кажется, второй даже лучше. Зачем вот эта клеточка дурацкая? Не знаю. Зебра на дороге. А, ну, они же там гонками занимаются. Может быть, это вот это вот то, что они машут-то вот этой хер... Да, да. Этой, да. Этой. Принглс. Так, это последняя, между прочим. Последняя и чуть ли не худшая. Чего они белым-то его не сделали? Нахрена вот это черное блеклое говно неконтрастное стоили? Согласен. Не выбор редакции вообще ни разу. Вообще не выбор. Так, ну давай, мы хотели... И плюс, они должны были там мексиканцы сраного убрать еще. Тогда уж, если, ну, как-то исследовать. Не то, чтобы у меня к мексиканцам какое-то отвращение природное, но просто вот, да. Давай теперь выбирать. Я, к счастью или к сожалению, к своему, мне больше всего нравится, как изменили Дюрекс. И меньше всего нравится, как знаешь, что изменили? Ну, кроме Принглс, это естественно. Практически вообще все. Мне вот, например, Нутелла, если вернулся к первому, мне как-то нравится, что там нарисовано. То, что там нарисовано. Так там не нарисовано. Понимаешь, там именно наполнитель играет роль фона. Я имею в виду, что... Нет. Я имею в виду, что... А, в смысле тебе оригинал нравится? Да, то есть Graceful Degradation мне как раз не нравится. Потому что это такая чисто американская хрень, хотя Нутелла может быть и не американская. Я не помню. Я не готов. Ну, ты такой сидишь за завтраком, ты хочешь видеть этот бутерброд, потому что ты сейчас такой же себе намажешь. Не надо... ты еще должен арахисовое масло обозревать, тогда нормально. Потому что это все фигня, блин. Мне просто сочетание коричневого с белым нравится. Прям вот... Я так не знаю, что бы профессиональный психолог сказал про мои наклонности, но вот нравится. Ну, давай, скажи, какая тебе больше нравится именно... Мне тофи-фи. Опять же, коричневый с белым. Знаешь, в чем минус именно Graceful Degradation тофи-фи в том, что если ты так сделаешь, детки перестанут покупать. Уже будет не так ярко. Уже будет типа ладшей. А мне мама на каждый праздник такой, да, я что, детка? Не, ну, она действительно уже такая развлекательная. Просто взять на пикник. А тут уже не просто взять на берегу, тут уже бабе подарить. Да, в натуре. Здесь уже бабе дарить. 125 граммов. Ну, она вкусная, как и риска. Да. Ну, ну, дюрекс, да, по-твоему? Ну, я согласен, стильно, но вот, видишь, желто-белая, неконтрастная. Они должны быть желто-черная. Согласен. Не они, а Мехмед. Но он, видимо, чтобы как бы соблюсти. А самое, да, Приндлс вообще говно. Просто вот реально нежизнеспособное. Вообще. Хотя бы мне и Редбул нравится, но вот белый и монотонный, ну, нет, то Фи-Фи, очевидно, то Фи-Фи, но мне просто и то Фи-Фи нравится больше всего из-за этих всех продуктов. Хорошо. Идем дальше. 35 инновационных интерфейсов, которые взорвали наш мир. Между прочим, одна из главных тем. Да. На блоке Ксерокса, как бы ты ни подумал. Это те чуваки, которые, вот вы, наверное, не знаете, мальчики и девочки, которые распечатывают всякую хрень, вот у нас стоят Ксерокс. и которые придумали первый графический интерфейс операционных систем, у которых его угнали потом. Слушай, которые чуть ли не раньше IBM начали делать там... Короче, это Pioner. Pioner. По полной. И вот, да. Что-то еще Ксерокса первая была. И Ксерокс еще был первым. А, ну тут здесь... Ксерокс, да. И он, он, кстати, сын Дария. Или внук там, отец, я не помню. Напишите в комментариях, кто он там, кому приходился. Да, но потом у них с Леонидом там за рубль случилось. Любовь. Ксероксу еще, Ксерокс еще придумали Гамбургей Мэнди. Иконку. Красавцы, да. 80-е еще. Ну давай, 35 интерфейсов. Innovations. Первая, компьютерная мышь. 64-й год. Кусок дерева и... Кусок дерева. И кнопулечка красная, как у Путина. Ну слушай, кнопулечка прикольная. Знаешь, что это напоминает? Вот у лампы, у старых ламп, такая же кнопулечка, чтобы включить ее. Она причем и жмется, и отжимается одинаково. Ты ее нажимаешь, она прыгивает тебе в руку назад, но у нее есть, как бы стоит, нажатый, не нажатый. Так, идем дальше. Второй спидометр. Да ну нахрен, Ксерокс придумали спидометр? Нет, это же не все Ксерокс придумали. Это просто Ксерокс у себя пишет об интерфейсах, которые извинили мир. Ааа, я что-то сейчас испугался. Не, 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 не. Спидометр придумали, Ксерокс еще вообще не шестовало. Его спидометры, если угодно, придумал Отто Шульц. Опа. То есть немцы. Ну нет, я это согласен. Не швейцарцы, конечно. Ну, а что швейцарцы? Ну они же за часы, как бы, Ну вот они, они из спидометра часы придумали. По бреду. Ладно, идем дальше. Отто Шульц. Текст-то-спич-синтезис. Короче говоря, синтезатор из текста в звук. С текста в речь. И вот, я думал, его Стивен Хокинг придумал. Слушай, да. Но на самом деле здесь и шутка. Представьте, вот сейчас бы Стивен Хокинг без этого дерьма был. Было бы тупо. А, оно здесь очень олдскульно выглядит. Здесь на самом деле фотографии, кто не видит, слушатели, фотографии очень олдскульные такие прикольные. Причем, здесь еще на вот этом хендер, тут еще, блин, масштаба нет. Он в руку помещается или его как чемодан надо носить? Непонятно. Хороший вопрос. Там еще есть подпись Стивен и оно на такой табличке, как номерной знак на автомобиле в Америке. Плейте, если угодно. Он просто не может его сейчас держать. Возможно, это все-таки какой-то модуль и он подключается ему куда-то там. Подожди, ты думаешь, это именно первый Стивена Хокинга синтезатор? Не знаю, наверное. Дерьмо, я даже не свел, что Стивен это тот Стивен. Я думал, просто Стивен другой какой-то. Ладно. Следующая Natural Language User Interfaces, Siri и прочие интерфейсы, которые понимают наш обычный язык. Ну да, Cortana и т.д. и т.п. Ну, в общем, я даже не знаю, ну, изменили, конечно, но вот, вот Xerox они прыгают по эпохам. Сочетание хронологически-то не шли. С точки зрения UX, мне было бы проще воспринимать информацию хронологически. Тем более, оно и логически было бы, потому что каждое это является ступенью предыдущего, там, так сказать, ну и наоборот. Согласен, давай дальше. Первый, вот этот вот набор цифр по кругу. Ух ты. 1891 год. Вот этот вот дисковый телефон, да? Да, дисковый. Который нужно пальчиком держать, придерживать, чтобы, не дай бог, там. Ну, или локотком, смотря какие. А локотком это? Правой рукой то и набирать. То есть даже уставал, когда нолики много набирал? Естественно, нолик самый дальний, да, был? Да, да. Вообще, конечно, прикольно, прикольно. Здесь дальше опять колесо, айпод кликвил. Да говно. Ну, говно не говно, а Apple бы не был Apple без iPhone, без iPhone, без iPod'а, 2001 год. Ну да, на самом деле, если тебе показать это колесо, ты сразу подумаешь про Apple. Да, ну и на самом деле, с точки зрения именно User Experience прикольно же, мы же испокон веков по кругу крутили там стрелки, когда переводили часы и так далее, и тут мы тоже по кругу. У меня же был такой iPod Mini второго поколения, по-моему, 2006 или 2007 год выпуска, не помню, может 2004. Ну, я тебе скажу, мы многое трогали, и такие, и такие, в Америке такие. Да, да, я помню, мы даже на барахолку ездили, покупали iPod Video, ну не покупали, а хотели купить, присматривались, денег не было, когда я потом iPod Touch купил, но не важно. QWERTY клавиатура, седьмой пункт, изобретение, 870-й, между прочим. Тут даже имеется в виду не сама клавиатура механически, а вот именно раскладка, QWERTY раскладка, как я понимаю. То есть, чтобы придумали... само собой, наверное, раньше была по алфавиту, хотя я вот здесь не готов утверждать. Просто там видишь, в чем суть в том, что вот именно в этих машинках, там же, чтобы молоточки друг с другом не как-то не стучали, они специально их разнесли, эти буквы, поэтому не ABCD. Разве? Там какая-то какая разница, где молоточки, какие будут? Я слушаю, я не помню. Напишите в комментариях тушает, я уверен, у нас есть на такие славиатуру. Как вот мои любимые знатоки фильмов, когда мы здесь говорим, блин, в каком-то фильме там вот было это, я на самом деле, вот так, короче, на 15-й минуте, там, джеймолчаливый бот наносит ответный удар, а это пародия, короче, на оригинальную, там, черную дыру, там, и че, все, и вообще, я люблю этих людей. Пишите, пишите. Странный факт, самое длинное слово, которое можно на английском написать, только используя верхний ряд, это typewriter, то есть, пишущая машинка. Вау. Не знаю, так подгадывали или не подгадывали, как гад, но, кстати говоря, нам сейчас многие напишут, я уверен, про раскладку этого. Ну да, да. Дворока, которая, типа, суперудобная, там, до свидоса. Ну это программисты истинные у нас напишут. Да, мы и так знаем, но не используем. Давай, predictive text. T9, как мы его до сих пор называем на айфончиках даже, хотя, многие автокоррект, автозалимы. Я думаю, там уже такая, переделали настолько механизм, что уже в айфоне настолько подсказывает по-другому, чем у тебя в Nokia 3310. Да, очевидно, конечно, но просто сам факт того, что изменило. Изменило. Мне просто Ubisoft пишет, что фигурки South Park. Ну все, берем. Они на E3 как раз South Park новый анонсировали или что? Да, закрываем подкаст, конечно, South Park новый. Ну, я просто, ты мне сколько рассказывал, я думал, вот просто ты мне об этом говоришь. Не то, что они на E3 анонсировали, но неважно. Девятый банкомат. ATM. Да, ATM. Я помню, мы когда, хотел сказать, первый раз в Америку приехали, когда просто в Америку приехали, мы не сразу понимали, что ATM это банкомат. Мы как бы, ну, был у нас конфуз небольшой, и первый банкомат в 1969 году был открыт, между прочим. Блин, вы представляете, придумали банкомат? Это же вообще. Там прям умно, надо как-то бабки распознавать. Охренеть. И мы и сейчас-то его не можем сделать, а он уже вон 50 лет существует. Electronic Tolling Collection. Короче говоря, эти, автопересекатели границ, бабки засовываешь, в Европе такие. Хотя там есть все равно оператор, так скажем, который может подойти, выйти, если ты вдруг выезжаешь во Францию, а не знаешь французского. Да. К тебе выйдет дядька, или ты там через какую-нибудь полушвейцарскую дорогу въезжал, где в Швейцарии надо полный абонемент покупать, там, за 100 евро. Потому что ты в часах уже сразу едешь. Да, потому что ты в часах. А в Италии ты по километрам. Вот выехал с автобана, и за сколько километров проехал, столько и расплатился. Поэтому тут такое. Одиннадцатые счеты еще вавилонцы придумали. К слову о том, что ксерокс все придумали. Ну это ксерокс конкретно уже. Да, это ксерокс придумал. То есть вавилоняне, так скажем, уже считали, блин, тогда еще, а мы все еще не можем. Мне вот интересно, это до того, как им бог обрушил их вавилонскую башню и заставил их на разных языках, говорит, или уже после. Он когда увидел, что они на счетах считают. О, ну нахрен. Скажу, короче, что из-за того, что они злые, просто там хотели для меня достать, но на самом деле вот у меня счетов 10. Search Engine. Поисковые. Движки. Движки. Движки, я хотел сказать. Вообще все. Это для любителей CEO у нас такая, пункт 12. Да, или любителей CEO. Да. Это просто, представляете, есть вот телки, которые именно генеральных директоров любят. Вот это любит. И у нас и мужики эпловских директоров любят. Да, да, нельзя, нельзя такое говорить. 13. Графический юзер интерфейс. Вот здесь как раз Xerox. Угу. Xerox Alto. Да не только ради этого пункта и сделали. Скорее всего, да. Xerox Alto, оказывается, была команда. Возможно, как Пало, они, возможно, в Пало-Альто и были, это же в Калифорнии. Возможно. А, черт, это название компьютера. Вот мы тупые. Ну, возможно, его в Пало-Альто хотя бы сделай. Ну, ладно. Xerox Alto и был первый компьютер, который использовал графический юзер интерфейс. Так, отлично. Ну, это мы-то здесь все это знаем, мы в этом подкасте сто раз уже об этом говорили. Да и все, наверное, смотрели всякие там фильмы про Стиво Джобса и так далее. Четвертое, алфавитный перечень. Оказывается, не всегда было это раньше. Угу. Раньше, особенно в первые тысячи лет нашей эры, все списки были не по алфавиту. Ахренеть. Я не знаю как. По смыслу? По тому, как понравилось? Подать изменения? Может быть. Ну, короче, а как даты изменения? Это же не, тебе не интернет, ну, не компьютер. Я согласен. Как написал, так у тебя есть даты изменений. Ну, короче, была вообще дичь, а теперь все круто. Пульт, 15-й пункт. А пакет будет на пульт? Еще будет? Это 35-й, самый главный, что изменил. Потому что ты уже потом не просто рукой, ты жиром наживаешь конкретно. Это ксерекс, почему придумал? Нет. Ксерекс придумал, пульт. А потом ксерекс придумал все-таки пакет, пульт. Да, это хорошо вообще. Не, между прочим, там Никола Тесла. Потом, он, возможно, сразу с пакетом придумал и нюхал потом этот пакет. У него клей, потом наливал, вместе к этому жиру подкожному. Это, видимо, мы наливаем уже. И мохал нормально вообще. Шестое, овечья ручка. Овечья, потому что фамилия Томас Овечкин. Томас Лэм. Тот самый Овечкин, который в 45-м году придумал ручку. А у него сейчас клюшка именно с такой ручкой, представляете, с угловой, который он пальцами прям за него хватается. Если что, он с перснями играет, знаешь, как у тебя, у которой с тростью ходят, наверное, по евреям с такими сапфирами, изубродами, гигантские. Так вот, такая ручка первая, она даже в музее хранится. А на хрена она не будет? Она просто эргономичная. У тебя пальцы входят в эти ложбинки и тебе удобно. Ты не просто деревяшку держишь, а вот такую хрень. Я не понимаю, если это настолько эргономично, почему в дворниках метлы все еще не с такими ручками? Ну, как бы такое. Так, ну давай. Седьмой это Соляри Борд. Короче, вот такой борд, который аналоговый, так скажем, у которого таблички с щелкающим звуком переворачиваются. Ну, то есть, слушатели должны представить себе, как там пишется Хелсинки, Нью-Йорк, и там самолеты улетают и переворачиваются таблички. Ну, или как в наших любимых воспоминаниях об Америке в кинотеатрах, какой сегодня фильм идет. Или напротив Сиэрса распродажа 20%. Круто. Так что все возможно. И Ирк. 18-й пункт это Ирк. Нихрена себе. Чатики. Интернет-чат-релай. Я надеюсь, что наши слушатели еще не настолько маленькие, чтобы не знать, что такое Ирк. Дэд-сложение не знают. Согласен. Возможно, Ирк не знают. Ну, вообще, да. Здесь даже и Ксерокс нам пишет, что это было до Слака, Ватсэпа, Аима. Скайпа и всей вот этой херни. Да, да, да. Причем Крис Месина, про которого мы уже говорили, который Месил, он придумал, когда хэштег в Твиттере, он именно из Ирка им вдохновился. В Ирке, как вы помните, каналы хэштегом обозначались. Точно. Так, Digital Timeline. Просто цифровая лента времени в смысле, как в редакторах видео. Ну, понятно. Ну, как бы тут что-то уже просто из пальца высасывает. И опять же, напоминаю, не в хронологическом порядке. Угу. Приложение Edit Droid называлось такое. И его придумали в Lucasfilm, чтобы вы понимали. Опа. Тум-тум-ту-ту-ту-ту-ту. Поэтому и Droid. Ё-май. Понимаешь, то есть они все, они практически запатентовали, как спутник теперь. Из-за того, что мы его запустили, все теперь спутник. Ну, слушай, это тогда точно про видео, потому что, если это LucasArts, то Lucasfilm. Естественно, они для видео для себя и придумали, видимо. Да. Так, давай. 20-й пункт. Дисплей из 7 сегментов. Возможно, для электронщиков это уже стало нарицательно. Ну, в смысле, вот этот, где восьмерочка, как на почте. Да-да-да. Хотя на почте там есть косы. Это как, знаешь, где-нибудь показывают погоду, ну, градусы и время. Знаю везде, по телеку, в интернете. Ну, я понял, на табло. Небольшое табло, лет табло такое, оно уже практически нигде не используется, где-то на кассах я видел, мне кажется. Да, причем самое прикольное, что здесь не только 9 цифр, точнее 10, извините. У меня 9 цифр, просто я 10 не пользуюсь. У меня нет нуля в жизни, у меня такая, хотя, чёрт, без нулей вообще сумма получаю. Ладно, неважно. Есть буковки ещё ABCDEF. Ну да, можно сложить 16-ричное дерьмо. Можно лох ещё написать. Да, естественно. Это самое главное, как на калькуляторе. Но здесь, видишь, именно 16-ричное дерьмо. Лох и соси. Не, ну это классическое, как сейчас помню, 407, 51.05 или 51.50. Вот да. И переворачиваешь и нормально. 21-й веб-браузер. Так. NSC, NS, тьфу, блин, NCSA Mosaic первые. Нихойно себе. Добавили URL bar, вот эту строгу ссылки. Кнопки назад, вперёд, перезагрузить. И вообще всё. Короче, браузер первый получился, и мы теперь серфим веб. Я вот сейчас смотрю, на картиночку, там опять же у них логотип ксерокса на мониторе, если приглядишься. Ну да. Видимо, мне это напоминает электронные читалки теперь. Такой же дисплей. А тогда, конечно, были не электронные чернила, а трубки. Да. лучевые. Ну да. 22-ой, просто шуточка. Палочка от эскимо. Вот такой интерфейс. Ну и с пальца высасываю. Ну я говорю, 23-й визи-вик редактор. Туа. Они опять же, была команда ксерокс парк. What you see is what you get. Да, напомню. Да, у них была программа Браво, которая как раз придерживалась визи-вик парадигмы. Отлично. What you see is what you get. Да, айси. Да. Минутная стрелка в часах. Оказывается, первые часы были только с часовой стрелкой. Минута рука. Минутная рука. Поэтому вот, да, Hamburger Icon. Они чередуют свое изобретение, не свое, свое, не свое. Да, тоже придумали ксерокс, ксерокс стар в 1981 году. Ну отлично. Молодцы. Причем она изначально использовалась как, так скажем, иконка, чтобы скрыть все неиспользуемое на данный момент. То есть, в принципе, охренеть, что? Вот, представляешь, ты сейчас сидишь какой-нибудь чувак, который работал над оригинальным ксерокс стар. Возможно, у тебя любимая игра, как у Гейба Ньюэлла, Nintendo 64, Mario Bros. Mario 64, да. И ты просто играешь все еще в NES просто. Super Mario Bros. 1. При том, что у тебя уже виртуальная реальность везде? У детей у твоих. Да. А ты сам все еще завис в эпохе Гамбургера Айкона. А ты все еще монетки собираешь в Марио? Угу. Это как бы ноу-криминалити, конечно, монетки в Марио собирать. Мы сами иногда собираем. Но да. 26-ой электронные читалки. Даже не знаю, что сказать, мне их уже напомнили. Поэтому, почему бы и нет. Почему-то сказано, что Амазон-изобретатель еще в 96-ом их придумали. Ну, кому-никому продавать книги, да, Амазон, да. 27-ая гиперссылка. Сэр Тим Бернсли. Ну, понятно. Чувак, который придумал интернет, будем говорить. Между прочим, до него был некий Дуглас Энгельбарт. Какого хрена? Видимо, он идею предложил, а сэр Тим Бернсли уже, как бы сказать, имплементировал. Он выпустил в продакшн. Хэштег. Ну, про него мы уже тоже сказали. В Твиттере его придумали, а получился он из Ирк. 29-ая Color ID. Погоди, погоди, погоди. В Твиттере придумали собаку. И хэштег, и хэштег, и меншн, все придумали в Твиттере. Красавцы. в смысле, именно само понятие хэштег, так скажем, как топик, придумали в Твиттере. Понял. Собаку, как меншн, там же, но да. Почему-то здесь ее не разумеется. Ну, потому что собакой, она, хотя и хэштег везде использовался в покон веков. Но вот именно хэштег, да, придумали там. Color ID. Я даже не очень понял, это не телефонные линии? Ой, в смысле, не телефонные номера. А идишник какой-то. Возможно, это та хрень, которую, знаешь... это определитель номера просто. А, да, кстати. Подожди, подожди. А я думал, знаешь, старшая такая, может переключить на босса. Селектор ты имеешь в виду? Да. Но это селектор. Знается, нет, здесь персонажи написано. До того, как Тед Параске Вакос грек, что ли, не придумал Color ID, нельзя было понять, кто звонит. А, значит, да, это определитель. Зриняющий телефон был загадкой. Определитель номера. Да. Третий емкостный тачскрин. Ксерокс, оказывается, придумали резистивный, видимо. Ну, или просто здесь на резистивном Ксерокс написали. Но на самом деле придумали потом емкостное. Угу. Впервые в айфоне, чтоб ты понимал. Ну, это понятно. Хотя, казалось бы, нам все любят говорить, что Apple ничего не придумает, только воруют. Кстати, воровщики, напишите нам в комментариях, у кого Apple украла емкостный тачскрин. Будем хоть знать. 31-я спутниковая навигация GPS, без комментариев. 32-я распознавание жестов. Сразу Xbox Kinect вспоминается. Точно. Ну и PlayStation Move. Ну, это все хрень, которая загнулась, поэтому. PlayStation Move, причем надо палкой крутить. Kinect-то хоть реально жестов. И Nintendo Wii. Nintendo Wii тоже палками, там, нунчаками знаменитыми. Но это мы еще в институте учились. Это мы только поступали, 2006-й год еще, как сейчас помню, 10 лет назад. Near Field Communication of the Face Protocol, NFC. Платить бабками, телефонами, чипом платить. Ну, такой себе интерфейс. Ну, слушай, вот это сейчас. Броси. Сейчас у нас заря NFC. А лет через 10 уже ты уснул. Пухнуть не сможешь без NFC. Тебе терминал к жопе привожили, где у тебя телефон лежит, списали у тебя все бабки и пошли дальше. А ты так задремал просто по старикам стоя. И все. 34-й пункт API. Мостик между разными приложениями. Ну да, это круто. Это действительно круто. И 35, твой любимый виртуальная реальность. А это интерфейс, да? Ну, типа. Ну, стоп, интерфейс, это связь человека с компьютером. Ну да, можно сказать, что виртуал реалити это. Да. Ну и они, естественно, Я очень, я знаю еще. Свой отдел ксерокс инновейшн. Заказывайте инновации у нас. Я очень надеюсь, что виртуальная реальность не загнется, как кинект, как вот эта вся хрень. Я вот не знаю, если честно, что явилось причиной загибания кинекта и этой сеть. Потому что технологически дерьмово сделано. то есть просто из-за того, что лагает, ты рукой быстро дернул, она не считалась. То есть из-за этого. Да, и, наверное, типа виртуальная реальность к этому и стремится, чтобы у тебя все, все считывалось хорошо. Ну, там, видишь, все равно нужно, так скажем, это, железо-то хорошее. Да-да-да. Поэтому, ну, кроме тех, где телефон вставляется, самсунгульский. Ладно, идем дальше. Последняя еще из дизайна, между прочим. У нас про Нетфликс. Ну, она такая, одной строкой. Нетфликс сменил логотип. Да, я видел. Я видел эту новость. И давай, говори. И здесь нам на фасткоуд дизайне, на одном из наших любимых блогов, любимых в кавычках, конечно, мы оттуда темы разбираем, но так-то сайт говно. Так вот, у Нетфликса новый логотип. Он сделан из красной ленточки. Лакшери должен быть, типа. Ну, я тебе скажу, а не про че, скорее всего. Это та самая ленточка, когда фильм презентуют, перерезают. Естественно. А фильмы разве тоже перерезают? По-моему, просто ковровая дорожка. А может быть, кстати. Ну, понятно, раз у них фильмы, то ковровая дорожка. Просто здесь еще, видишь, очень четко они придумали, что вот здесь ты можешь проскроллить, и там три логотипа Нетфликсовых. Вижу. И я, вот мне, и у меня настолько Нетфликс с первым их логотипом у меня тоже живется, что я вообще не понимаю, зачем они это меняют. Это уже вот настолько на подкорке. Тем более, это очень по-американски первый логотип. Он прям, да, вот с этой тенью, оно еще Марвел чуть-чуть напоминает. Они там наняли дизайнера какого-нибудь, знаешь, голландца. Ну, вот зря, зря, чуваки, просто реально зря. И они еще шутят, что оригинальный Нетфликс логотип был Пеги, ну, то есть, ноль плюс практически. Второй вот этот белый-красный ПГ-13, ну, то есть, 13 лет. А новый, это именно Эр, уже мочуа. Ну, понятно, они напирают на то, что они сейчас показывают взрослые фильмы. Показывают ли они порнуху интересные или нет? Ну, нет, наверное, нет, но в сериалах у них голые тела. Или они не Гейм оф Троунс уже. Нет, ну, Netflix не Гейм оф Троунс, но... Может быть, на Netflix есть, или HBO полностью, только через свой HBO Go, или как там у них называется, говнище. Слушай, хороший вопрос, мне кажется, можно, но мы, видишь, с тобой не смотрим Netflix. Вот, но, суровый логотип. да, здесь нам авторы статьи пишут, что новый логотип напоминает это, Сорви голову. Ну, это их сериал. Это их сериал. это не Marvel, скажем? Ну, Marvel Netflix как бы снимает. охренеть. Да. Ну, короче, у него прям чуть ли не на лбу такая буква N, по-моему. Ну, сейчас я загуглю. Ну, вот, я просто знаю, что это успешный сериал, и он на Netflix бомбанул. Ну, вот, сейчас на Netflix то, у него нет на лбу, но в комиксах, кажется, было. У него, видишь, надпись вот эта, может быть, которая Мэтт Мерл. Я понял, я просто пытаюсь вспомнить, у кого на лбу-то было. А-а-а, у Ястреба из Мстителей на лбу было. У него H было на лбу, да. Но здесь у него DD на груди, то есть технически... То есть Damage Dealer. Да, то есть Damage Dealer. Кстати, нужны люди в гильду. Ну, так вот. И все, я так понимаю. Ну, короче, да или нет? По-моему, нет. Я не знаю, зачем они. Видимо, уже на поколение сорви головы. Чтобы, не дай бог, детки не зашли на голых тел. Сорви голых. Да, сорви голых. Окей, светские новости. И у нас первая тема длинная достаточно. То есть мы никак не можем отвлечься на какую-нибудь короткую, знаешь, светскую. Оп, там что-нибудь. А-та-та-та. Но Netflix довольно короткая была. Но она как-то плавно вытекла из 35 интерфейсов. Ну, как-то вообще незаметно. Да. И мы, как обычно, на божничку ставим программистов настоящих в этой теме. Ну, блин, эту нам предложили. Эту нам предложили. Автоматизация разработки программного обеспечения. Сможет ли программист превратиться в оператора AVM? Все это в кавычках, конечно же. В этой статье, на самом деле, говорят о том, что вот все скатывается. А именно программирование скатывается и люди в программировании скатываются. Сейчас уже вот так называемых кодеров очень много стало. То есть, тех, кто пишет простые какие-то коды, костыли, что-то такое, знаешь, за маленькие деньги делают это все. Причем, всякий раз одно и то же, условно говоря, пишут. Да. И вот здесь приводят несколько таких цитат, достаточно крутых людей, как я понимаю, которые говорят о том, что, ну, да, можно так сказать, что все скатывается, а можно сказать, что это просто как бы вот первый Михаил Густокашин, который в Яндексе лекцию читал, он сказал, ну, а что скатывается? Вот, например, если мы вернемся совсем к началу, когда еще программировали на перфокартах, то изобретение, например, клавиатуры той же самой и вообще всего вот изобретения компьютера, да, процессора, это намного упрощало вообще программирование, в принципе, не надо, чтобы дырочки, да, выкалывать в перфокартах, все-таки вот, и, например, там, от ассемблера, то есть, от какого-то низкого уровня программирования перешли, там, к высокому уровню программирования, прикладные, начали... В жавоскриптуре что-то? Да, начали прикладные программы писать, там, на C и т.д. и т.п. И это все как бы вроде бы упрощение, то есть, они там что-то свое там пишут, да, но это упрощение не отменяет, так скажем, вот этой коровой такой аудитории программистов, которые конкретно делают, пишут алгоритмы, то есть, думают башкой. У меня сейчас в голову бред пришел, а вот, есть же типа IT-порн, да, и там прикольчики, которые с IT-связаны прям красиво, интересно. Вот, было ли раньше перфокарт-порн в том смысле, что крутые алгоритмы, они выкалывались в форме каких-нибудь узоров. И на гитхабе потом раздавались. Ну да, на гитхабе вот этот вот именно, как это, вот этот, как же это назвать, да, фарточек, как на кухне из кафеля, вот эти вот квадратики, и на них тоже там хрен написано или там что пожестче. Но гитхаб тогда должен был быть какой-нибудь коробкой с этими перфокартами, получается, и все подходят и берут. Ну да, дай твои дырки, посмотрю. Причем, как-то должны брать и копировать, форкать, не забирать с концами, а то это что-то не уменьшится. Передыривать. Короче, суть какая? Дальше пишут. Уровень выше, порог ниже. И пишут, что ну вот, да, изобрели уже по повыше языке Basic, Pascal, C. Программирование пошло в массы, например, начали, тут где-то будет про веб-программирование, но конкретно, когда программирование пошло в массы сильно, уже начали писать прикладные программы, как я и сказал, разработчики сами себя поделили на несколько, так скажем, разделений, как бы, тофтология бы не звучала, да, моя, они стали студентом, джуном, миддлом и сеньором. И, можно было даже заметить, если ты долго сидишь на джуне, ты такой, ну, всегда тупой, так скажем, то, можно было заметить, как быстро тебя люди начинают догонять, и те джуны становятся очень быстро джунами, потому что технологии растут. Ну, понятно, в зависимости плюс-плюс джун, а кто-то за это время уже джунжала скрипта, да, да, например, вот, и, естественно, всегда сеньор программеры всегда ценились, это, конечно. Тут дальше пишу, что вот, а потом началась веб-разработка, и что веб-разработка, она всегда была проще, чем разработка приложений, почему, ну, так сложилось, да, потому что, ну, там и код проще писать, и какие-то вот алгоритмы, основные. Я так скажу, потому что в силу ограничений браузеров и ограничений HTTP, работа с гигантскими массивами данных изначально не была возможной, просто даже набор алгоритмов, которые были возможны для реализации, был очень небольшой. Вот. И все это, все это переходило к автоматизации. То есть, ну, какие-то добрые люди, как здесь пишут, написали множество разных фреймворков, да, например, множество разных велосипедов написали, каких-то конструкторов, с помощью которых вообще легко на вебе стало программировать. Вообще, можно даже не программировать, программирование мышкой. Ну, практически, да. И здесь снова приводят такую врезочку, цитату, Алексея Бычко, который, хрен кто там можно читать, он Persona Server for MongoDB, короче, очень сервачный чувак. Он просто говорит, базара нет. То есть, все круто, появляется много новых чуваков, которые, и хорошо, что, говорит, они появляются. То есть, можно рутинные вещи вообще не делать. Вот все эти писать костыли, ифы и елсы, можно ничего не делать. Все это уже написано за нас. Программист только должен придумать, как это сделать, изобрести. А кодер, вот этот тот самый кодер, он напишет, все, то же самое, ты просто отдай ему, ты скажи, что написать, он напишет тебе. То есть, для него, для этого чувака, вообще программист, возможно, даже не подходит к компьютеру, он просто сидит и практически, как вот кистью рисует алгоритм, он думает башкой. На маркерной доске? Возможно, да. Вот, дальше цитата Олега Бунина, тоже там, хайло, хрен кто? Хайло свой раскрыл? Да, прости меня, Олег Бунин, если он нас слышит, я, конечно, уважаю заочно, просто потому, что не может основатель компании Онтико или Онтико быть плохим человеком. Он пишет, с появлением автоматизирующих разработку инструментов ценность людей, которые понимают, что происходит под капотом таких инструментов, растет. То есть, он говорит, что конкретно специалисты это все еще ценятся. Как они ценились на перфокартах, как они ценились там, понятно, там на ассемблере. Они будут даже еще больше ценили, ну, не больше, может быть, на фоне вот этих вот обычных на фоне тысячи людей программистов будут сильно цениться. Раньше, правда, программисты на фоне всех остальных людей ценились. Сейчас как бы сузилось, на фоне обычных программистов, на фоне кодеров. Но, тем не менее, все равно все не так, возможно, плохо, как кажется. Да, Макс Лапшин нам дальше говорит, который там хрен какой делает стриминговые видео, в общем, тоже работает с кодом непосредственно. Он говорит, что, ну, знаете, это я еще слышал в девяносто пятом году, то есть, старенький чувак, хотя на фотографии не очень старенький, еще в девяносто пятом году слышал, что, ой, да все уже скатилось, хардкорное но на самом деле, то есть, это всегда было практически. Мне понравилось, честно говоря, я даже ни разу не встречался с задачей, которые можно было бы напрогать мышкой, не вылезая до дна. Но я не имею ровным счетом никакой связи с интерпрайзной аутсорс-разработкой стилей люксофта, поэтому не знаю, как оно у них. То есть, он говорит, что, о том, что он всегда-то программист был, то есть, он всегда писал какие-то такие вещи, куда вникать надо, а не где надо мышкой кодить. Я сразу вспоминаю, вот, когда этот был пример, что он еще в 95-м слышал, что в конце 19-го века председатель патентного бюро американского написал президенту письмо, что все, надо закрыть патентное бюро, что все уже изобрели, хотя это был конец 19-го века. Поэтому, как бы, ну вот, смешно сейчас это звучит, но тем не менее. Дальше Александр Лямин, то есть, тоже там, CEO компании Crutter Labs, там, он в области ДДОС-атак, они крутые пацаны. Причем, по миру крутые пацаны. по миру, да, то есть, реально, здесь практически все по миру крутые пацаны. Вот он говорит, что вот есть штука, отдел программирования. Это, говорит, такой завод по производству холодильников, в котором работает 10 человек, один из которых может делать звездолеты, а остальные 9 человек умеют клепать скворечники. И он говорит, что, ну, нужны такие люди, которые делают скворечники, да, то есть, так называемые кодеры. Нужны люди, которые действительно делают, блин, звездолеты. Он, причем, ссылается на SpaceX конкретно. И, то есть, как я понимаю, он тоже разделяет людей на крутых программеров и на кодеров. И для разных компаний нужны разные люди, а в некоторых нужны и те, и другие. Поэтому, нас, кстати, часто же спрашивают, вот как быть, как найти работу, там, туда-сюда. Вы, чуваки, определитесь, вы кто вообще? То есть, стать хорошим программистом легко найти работу вообще будет? Вот, да. Это как, вот я сегодня шел выбрасывать мусор, вчера. Так. Я вот иду и думаю, блин, хочу снимать платные обзоры на YouTube. А я иду и думаю, так снимать сначала бесплатные, как иначе люди, и как бы, можно же просто там писать, здравствуйте, вот я вот могу снять платный обзор на ваше дерьмо. И они такие, ну, типа, а как это будет примерно выглядеть? ну, короче, будет круто. А ты сними несколько бесплатных обзоров и покажи, вот так будет, только еще круче, потому что платные. Поэтому надо просто делать, заниматься какой-то работой, если придется после того, как вы днем грузчиком отработали, вечером программируйте. В общем, у нас много таких тем бывает, мотивационных, или демотивационных, я не знаю. Для кого как? Для кого как? Для кто с каким настроем слушает наш подкаст и смотрит? Идем дальше. Дальше тема, которая состоит из трех тем, чтобы вы понимали. Я так понимаю, мы еще на самом деле не сделали обложку, мы ее делаем после подкаста, но я так понимаю, наша заглавная тема. Наша, да, заглавная тема. И сейчас, ребята, поставьте на паузу, пойдите отдохните и можно начать. Вот сейчас все. Вот вы пришли, да, и погнали. Короче говоря, Госдума приняла весь пакет антитеррористических законов Яровой Озерова. Так. И надо сказать, что, казалось бы, что тут есть такого технического? Казалось бы, не единогласно. Обычно-то у нас единогласно все принимают, но тут есть люди, которые против, 147. Почему не 146? Да. За 287 человек и один воздержался. Это кто? Это Жирик. Ну, не знаю, не хочу знать. Или сама Яровая. Тоже. Ну, ладно, я это. Ладно. Суть в том, что здесь есть небольшой такой description к этому. При всем уважении к Ирине. Да. Я не знаю, по-моему. Мы ее любим, она у нас висит тут везде. Не надо было, мы же любим, но зачем опять все вот это? Да, есть небольшое описание у этой статьи. Теперь операторы связи, мессенджеры и соцсети будут обязаны хранить переписку и голосовые сообщения пользователей полгода. И, в общем, собственно, об этом вся статья. в третьем чтении приняли в трех чтениях весь пакет антитеррористических законов. Что значит, знаешь, таким голосом говорят, осужденный такой-то, там, что значит, что? Все... Присечение изменить прямо в зале суда, взять под стражу, коп нас заводит, уводит, и все, и не заканчиваем этот подкаст. Любые ребята, которые передают как-либо информацию, мессенджеры, телефоны, неважно, они должны хранить инфу. Причем, телефоны, ладно, полгода, а мессенджеры, там, сколько там, чуть ли не 6 лет. Сейчас, что надо, сейчас дочитаем, до этого дойдем, я скажу сколько. И, если, не дай бог, вы не храните, а вы мессенджер, то будете платить бабки. Конкретно штраф. Ну, то есть, административное правонаружение. Да. И сначала, значит, хотели вжарить по телефонам не полгода, а три года. И там посчитали, сразу прикинули, пацаны, что хранение такой инфы просто будет дороже, чем сама по себе компания. То есть, сколько она зарабатывает. Да уж. И потом, ну, ладно, ладно, давай полгода, давай полгода. И даже полгода это огромное бабло. И, я не знаю, даже надо ли какие-то выкладки. Я сейчас найду, где про мессенджеры, сколько они должны лет. Ну, здесь конкретно, я пока ты находишь, скажу, что, вот, например, для одной из компаний выпил кома, то есть, билайна, для одной только, система таких хранения обошлась в около 18 миллиардов долларов. Несмотря на то, что за прошлый год выручка выпил кома всего 4,6 миллиарда. Причем у мегафона 5,2, а у МТС 6,4. То есть, билайн-то, оказывается, самые лохи. Мужики-то не знали. Да, один год должны мессенджеры хранить. Но, кроме этого всего, кроме хранения, есть еще и... Оператор 3 года, кстати, чтобы ты понимал. Да. И кроме того, что просто хранить, вы понимаете, зачем хранить. Как только пацаны попросят, вы должны им дать эту инфу. Ну, понятно, что не просто так. И следующий пункт, собственно, об этом, разглашение госстайна. Следующий пункт о том, что все, что хранится, все, что хранится, зашифровано, неважно. Вы должны все ключи предоставить какой организации? Минком связи. Минком связи. То есть, как только вас попросят ФСБшники. Ну, да, у нас там все одна организация. ФСБ. Ну, да. И здесь рассчитывается вот табличечка такая, в которой рассчитывается, сколько что байт будет весить. Эксобайт, чтобы вы понимали. А это, как я понимаю, больше, чем терабайт во сколько? В 1024 раза? Понятия не имею. Не ко мне вопрос. Да. В общем, и рассчитывается это огромные деньги, естественно, по хранению. Естественно, никто ничего не сможет хранить из маленьких компаний, да? То есть, как они будут это хранить? Это огромные деньги. В продолжении темы хочется сказать, что мессенджеры, многие, не смогут отдать ключи по той причине, что у них шифрование идет на стороне пользователя. На клиенте, да. и все серваки не хранят вообще инфы. То есть, ты можешь в WhatsApp поставить специальное шифрование, которое вот в чатике между тобой и мной будет так шифровать, что больше вообще никто никогда не расшифрует. И получается, вообще, вся эта система сразу идет в жопу. Понятно, что они могут просто, ну, наши ребята сказать, так, ну раз у вас такое шифрование, вы, значит, больше не работаете вообще в России. Ну да, я хочу оговориться, что это, конечно же, разговор про Россию. Конкретно, то есть, никто в Америку лезть не будет и не говорить, отдавайте нам ключи. Это просто будет смешно. Это смешно будет, да. Там просто Обама их амп. Да, он их как банан. Амп. Ну конкретно все высказались против, сейчас я скажу, кто, но вот здесь Владимир Габриэлян, некий пацан такой, из Mail.ru Group. Технический директор всего лишь. Всего. Тот считает, что киберпреступники смогут без труда получить, ну, доступ к хранимой информации пользователей мелких операторов. То есть, у них защиты-то будет мало, у этих пацанов. Кстати, да, то есть, если это где-то будет храниться, знаете, и использоваться типового влага, то это же можно и в говно использовать. Только так. Еще легче будет сломать. Все. Да. Об этом-то я не подумал. Обо всем из-за этого я реально подумал. В общем, это смешно и здесь даже написано, что кто может от этого получить выгоду, народ не может, потому что все тарифы поднимутся на связь, потому что нужно будет хранить эту инфу, а нужно будет бабку. Я не вижу, где ты смотришь про выгоду. Я вот, честно говоря, тоже не помню. Я где-то это читал в этой статье. Ну, по-моему, и так очевидно. Выгоду получат те, кто будет эти стойки продавать. Кто будет стойки продавать и кто будет обслуживать стойки. Стойки будут продавать Китай. Обслуживать будут стойки наши чуваки. Но, в принципе, можно сейчас быстренько устроиться человеком, который MongoDB обрабатывает. Ну, да. По-быстрому. Пост-грэ. Хотя бы пост-грэ, да. Да. Вот. Ну, вот такая ситуация, с которой, в принципе, не согласились еще пару людей. Мы идем. Ответ Дурыча у нас есть такая статья. Так. Где, конечно же, это коснулось мессенджера Телеграма. И Дуров говорит, ну, я не буду, не собирается предоставать ключи, как написано, шифрование третьим лицам. Ему-то из Сан-Франциска солнечного легко не предоставляет. Он сидит в очочках, попивает какой-нибудь лонг-дринк. Кипарики. Да, слушает наш подкаст, и тут ему доходит Яровая, значит. Он такой, кто Яровая? Это кто? Пацаны еще не говорили, ничего не знаю, не предоставляю. Ничего не знаю. А вот в С-89 он, он говорит, что, естественно, ничего рассказывать не будет. Сейчас здесь есть какая-то, возможно, цитата. Я сейчас попробую найти. Он сказал, что Телеграм не будет выдавать данные ключи шифрования третьим лицам, включая правительство. Да, но я напомню, что Телеграм в России не находится, поэтому ему пофигу. Ну, как бы штраф ему не могут впаять, как я понимаю, вот этот один миллион рублей, тот самый. И вот здесь господин юрист Антон Богатов комментирует ситуацию. Считает, что оштрафовать компанию, которая зарегистрирована не в России, практически невозможно. С ним, то есть с Павлом Дуровым, будут вяло бороться и говорить, что он человек нехороший. И он сам, и Телеграм, все, все, все говно. Законно не предусмотрена блокировка ресурса, который отказался предоставить ключи. Ну, он говорит, что вот можно типа по IP, как обычно вычислить, Роскомнадзор может забанить ресурсы Apple, да, и Google, но тогда будет все плохо с каталогом приложений, возможно, все сломается. А если потребовать у Apple и Google просто удалить Телеграм, допустим, из российского сегмента, да, из каталога, то они скажут, что у вас там, вы храните там что-то, да, в общем, вот такая история. Что вы все там храните все, черно, они-то давно уже хранят, у них-то уже запакано. вы только сейчас, что ли, храните? У них китайцы уже заработали и на поддержке, и на всем, у них все китайцы делали. Да, следующая, собственно, новость, ну, не новость, а как бы продолжение этой темы, господин Сноуден, который, я не понаслышке знаю, что такое информация, я думаю, как мне кажется, и который сейчас, он же чуть ли не в России живет. Да, где еще? И он говорит, просто в твиттере, просто в твиттере написал, что это же полный бред, типа. Вот бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден в своем твиттере и выступил резко против принятия закона пакета Яровой, также раскритиковав его положение как неэффективное. Массовая слежка не работает, сказал он. Этот закон заберет деньги и свободу каждого россиянина без какого-либо улучшения безопасности. Он не должен быть подписан, написал Сноуден. Ну, тут, в общем, для всех все ясно. Напишите в комментариях, вы вообще как там, как вам Яровая, это сама нормально? Она тут есть фотография. Да, я прям на ней, у меня как раз сейчас завис курсор. Или вам Сноуден больше нравится, я не знаю. Ладно, можно переходить, я думаю, к громкому разделу разработка. Ты мне анонсировал, что там будет сейчас жесть. Во-первых, там будет самая главная жесть. Наш любимый хостинг Smart Tape. Хостинг, партнер, друг, муж, отец. Да. И те, кто все еще не попробовал, я просто не понимаю, почему, потому что это так дешево, во-первых, доступно, я бы так же сказал. Да, дешево, это пошлое слово, это для детей, а у нас доступно все. Просто, да, попробуйте и напишите даже впечатление. Может быть, у вас есть какие-то претензии, мы передадим. Как зовут? Да, не много, как зовут? Зовут. Зовут. Наши любимые люди из техподдержки, Александр, Дмитрий. Сноудену передадим. Сноудену может. И мировой. ей не знаю. Сноудену можем. Мы тоже на Smart Tape. Еще раз, Smart Tape.ru и вообще у нас можно, у нас можно, europedesign.ru slash Smart Tape по нашей реферальной ссылке и нам приятно, и вам круто. Да, действительно. Нам кто-то писал, вы че, а вы там нищеброды, монетизируются за счет реферальных ссылок. Откуда вы знаете, как мы монетизируемся за счет этих реферальных ссылок? Да мы же, нам тут еду приносится. благодаря этому, только сыры с плесенью с них едим прямо во время подкастов. Поэтому вы не надо считать чужие бабки, просто попробуйте Smart Tape уже сейчас. Ну давай, CSS полон по тьюрингу. Нам предлагали эту новость неделю назад, я так и не разобрался ни хрена. Хотя я даже на вики открыл статью. Ты имеешь, что там сложно. Там еще и со stackoverflow.com. Так это там и есть, да. Просто вот чувак шел, некий Адам Дэвис. Причем, где он шел? По просторам интернета он шел, запнулся и думал, дай-ка я на stackoverflow подискутирую про CSS. И он говорит, в принципе, я, насколько понимаю, CSS не полон по тьюрингу. То есть, с его помощью нельзя решить все вычислимые функции. Да ладно! Ну говорит, а вдруг можно? Вдруг я не знаю, он говорит, что-то. Причем он спрашивает, у него 57 и 6 тысяч карма. Короче, он не хрен сгарил. Он нависает вот так вот на всеми. он как бы спрашивает, и он, возможно, по привычке сам себе и ответил. Как обычно, он на stackoverflow всем отвечает, так вот он, видимо, да. Ему ответили, на самом деле, что, чтобы проверить, полно ли что-то по тьюрингу, мы, в принципе, можно воспользоваться правилом 1.1.0. А правило 1.1.0 есть статья на Вики, причем статья есть на английском, на голландском, на русском и на украинском. Больше никому эта статья нахрен не нужна. Да, даже немцы не интересуются. Так вот, правило 1.1.0 элементарный одномерный клеточный автомат с поведением, находящимся на границе хаоса и стабильности. По этому отношению правило 1.1.0 идентичны игре жизни. Это там, где точечки поедают пустые места. То самое, моделирование компьютера. А если, да, если ни с кем не соседничают, то умирают. Так вот, известно, что правило 1.1.0 является тюринг полным, что означает, что любая вычисительная процедура может быть реализована с помощью этого клеточного автомата. Хрен пойми, что именно это означает, но в любом случае, если, как бы сказать, выбирать состояние по вариантам из 1.1.1.1.1.0, ну, короче, все варианты из трех цифр, вот этих 1.0, то у них будет разное состояние центральной клетки. И можно ли это все реализовать с помощью CSS? Ответ, да, можно, но, но, но говно, во-первых. А во-вторых, должно быть пользовательское вмешательство, а именно, надо чекать. то есть, я здесь открываю по ответу как раз такую хрень, и по идее должно автоматически все это быть, но... Но надо жать. Но тут надо жать, потому что на CSS мы это используем как чекбоксы с псевдоклассом CheckIt. Ты имеешь в виду, CSS не может сам что-то запустить? CSS сам запустить не может, да, поэтому... Он не JavaScript. Да, он не JavaScript вообще. Но суть здесь в том, что мы размещаем сюда точку, и она сжирает две других под ней. Блин, ну это та самая игра жизнь, да, когда... Да, да, но только в игре жизнь ты мог размещать, и если других не было, у каких-то не было соседствующих, то они умирали. Тут ничего не умирает. То есть, как бы... Так. Вот. И можно все это заполнить прям нормально, но это надо закликивать. Причем, видишь, тут как бы хоп, убираешь, тут нолики становятся. Ну, тут прикольно. Ну, это, естественно, сделано по алгоритму, по-особому. То есть, один-ноль, конечно. Просто закликать не получится, там иногда нолики. ну. Короче, надо сверху вниз кликать, я вам подсказку даю. Причем, желательно еще справа налево, потому что иначе у вас там все будет это пропадать. Так, ну, то есть, в итоге ответ, да, CSS полон по тюрингу. А если, как бы, решить, что юзеровское, пользовательское влияние возможно, тогда полон. А если нет, то нет. То есть, неоднозначно? Естественно, все неоднозначно. И вот, Добсон здесь в комментарии пишет, бриллиант, гениально. Но я, правда, не знаю, что это, но правда, это не работает, как тюринг полная, потому что вот это. Ну, блин, что-то вообще. CSS рассчитывает только одну итерацию, а надо бы, по идее, запустить, и чтобы оно само жило. Охренеть. Чуваки еще написали, ведь вот эту вот штуку, жизнь. Да, здесь кто-то пытается анимациями сделать, чтобы оно там бесконечно это что-то делало, но не получается. Вот так вот. Это задачка для, это толстая задачка для Криса Коэра. Но тут за него уже другие толстяки, скорее всего, все это решили, и да. Хотя, чё, вот, ладно, допустим, чувак, который шел, споткнулся, написал, стековый флоп, его я понять могу, мало ли задротов. Но нам-то это кто предложил? Ну то есть я могу, конечно, сейчас вернуться к темам к 88 выпуску, найти и спросить, ну просто пользователи, которые нам-то предложили, на тебя-то что нашло, когда ты это предлагал? Почему-то тебе интересно было это узнать? Это очень узкая тема, во-первых, во-вторых, просто ну прикольно, да. Ну прикольно. Так, ну чё, идем дальше? Да. Кодинг is over. Конец кодингу. Кодинг закончен. Да, это на самом деле практически перекликается с твоей темой, которая про программисты переходят в операторов ЭВМ. Так вот, ей пишут Лорен Мендоза. Такая какая-то горячая, я так понимаю, мексиканка? Сан-Франциско-нейтив. Не нейтив, в смысле коренная американка, а в смысле коренная сан-францискянка. Ага, так. А таких, видимо, мало уже осталось, все только приезжие геи. Хотя она Лорен Мендоза? Ну то есть мексиканка, скорее всего, бывшая. Ну кто-то по батюшке или по матушке, она как бы темненькая, но в целом вроде такая, не мексиканка. И что она нам пишет? Она нам 21 июня пишет, что, это, чуваки, что же мы задолбали уже программировать все одно и то же каждый раз только с разным интерфейсом. Любые, говорит, вот файлы, которые у вас есть, как бы они не показывались, там, с помощью проводника Windows, файндера в Mac или терминала, это все одна программа, программа работы с файлом. Нахрена мы типа все переписываем заново? Причем не в том смысле, что не надо этого делать, а в том смысле, что, вот было бы прикольно, если бы просто была вот диаграмма, в которой мы пишем, должно быть вот крутое, должно работать с файлами, должно быть из металла, нажать кнопочку, и хоп, у нас готовая программа. То есть конструктор. Ну да, то есть конструктор программ, ей надо. Вот ходим мы в Photoshop, и мы забиваем, умеет работать с картинками, умеет работать с VG, темненькая, и с логотипом Adobe. Кнопочку нажали, хоп, у нас в Photoshop скомпилировалось. И за бабло. Да, и по подписке полторы тысячи каждый день, ой, месяц. Каждый день. Ну да, а она хочет каждый день, чтобы было. Кнопочка, у нее все есть. Вот, я не знаю, она упоролась, по-моему, если честно. Но она пытается это обосновать. Я говорит, как вообще меня вдохновило все на эту статью. Вот была, какая-то такая программа у меня Reason называлась. Она там, она Electronic Music делает. Да, да. И вот интерфейс Reason был скевоморфным, в том смысле, что она ручками соединяла что-куда. Как очень много электронной хрени, которая музыку делает. Мы с Никитой неоднократно обсуждаем, что многие плагины Кейблтона и не только там, они выглядят именно как скевоморфные железки, просто, во-первых, как олицетворение того, что железки, они всегда лучше, чем синтетическое, дерьмо. А во-вторых, просто так оно нагляднее. Как бы, ну, лучше, чем циферблат часов почти ничего не скажет про время. Ну, понятно, что вот этот, знаешь, из 7 сегментов табло, но, да. Слушай, вон у тебя из 7 сегментов табло, на микроволновке. Ну, почти. Ну, а что, почти, да. И вон на таймере, на холодильнике. Нихрена себе. Угу. Так, ну, еще, еще пусть я на стиралке. Вау. Ладно, не будем. Мы еще сейчас найдем, что еще на плите, но нет, на плите нету. Так вот, я, говорит, мне это не мешало просто делать музыку. Я не заморачиваюсь с кучей там кнопочек, дропдаунов и всякого говна. Привет, Adobe Flash CS3 Professional, она говорит. Аллю. Да, а просто я здесь выбирал, что мне вот из этого микшера сюда, потом после обрабатывается там каким-нибудь, я не знаю, компрессором сюда, гейт, потом гейн, и все, и нормально уже пошло. И, говорит, знаете, я вот музыки сделала больше, чем видосы. Ну, типа, что Flash настолько дерьмовый, что видосы она не делала, а вот музыку и хотела сделать. Надо, говорит, чтобы было весело было делать, работать, чтобы мы тратили время не на выбор из каких-нибудь там галочек и так далее, а чтобы все программы были красивые, удобные и так далее. И, говорит, в принципе, вот любые, ну вот по сути, все приложения, которые веб написаны, ну не все, ну как бы понятно, не все, многие, это всего лишь crowd приложения, то есть create, read, update, delete, то есть работа с данными в чистом виде. И какой бы интерфейс у нас ни было, это всего лишь сраная работа с данными. А давайте какие-то инновации придумаем, давайте именно просто круто, чтобы было, прям вот реально. зачем нам каждому рабочему на автомобильной фабрике говорить, какую сделать машину? Мы в компьютер загружаем, какую надо сделать, обтекаемую, синюю, пластмассовую, и все, и линия пошла, и работает. Почему, говорит, все не шаблонизировать, и тогда мы типа освободимся от рутинной работы программирования, начнем наконец-то с помощью этих программ решать, что-то делать. но... Не, она, конечно, смотрит в завтрашний день, но просто суть в том, что даже на Ableton, на том же самом нахрен, там процентов 50-60-70 работы, у тебя все равно скучно, вот в обычном интерфейсе Ableton. Это 30% ты интересненько, если ты там какой-нибудь, допустим, Drum and Bass или там Dubstep какой-нибудь продюсер, так скажем, да, ты крутишь ручки в каких-нибудь, ну, фильтрах специальных, чтобы делать там воп-воп-воп. Именно творчество, свои вот эти. выставляешь, как надо тебе. Ну, видимо, такое она музыку и делала, что не знает, что все равно барабанчики надо расставлять. Хотя, может быть, она хочет именно не барабанчики расставлять, а просто, ты представляешь, здесь 4 четвертых, короче, мне дальше. Драмашину. 32-ми, тут дальше 16-ми, 2 четвертых с пропуском, короче, все, тут нормально. Это начинается маткор, это когда вот все стандартизировано и у тебя, казалось бы, искусство делается математически. Ну, короче, да простят меня дамы. Не, ну, просто горячую мексиканку не могли не допустить, она... Согласен, она рвалась, кусала прям. Ей еще интересно все надо. Да, и она хоп выдергивает ручки из одной в другую. Все, давайте, я хочу делать, все. Ничего больше не знаю, хочу делать. И у меня здесь есть один из параграфов заглавлен «Кодинг это очень тупо». Супер дам. Да ладно. Потому что это ломает креативность. Да ладно. Она, то есть, хотела, чтобы там, знаешь, как интересненько было все. да. Как же, вообще, дерьмо, что в прикодинге можно эти, как, тайпус забыл, орфографические, опечатки можно. Все это, фу, это как-то дерьмо. Мы, мы погрязаем, говорит, в синтаксисе, в индентации, в подсветке ошибок и так далее. А надо так творить? Ну, короче говоря, все, она упоролась по полу. Но она здесь реально, причем, рассказывает практически, как должно быть, про какие-то алголии нам рассказывает, который работает с поиском дейты. GraphQL рассказывает, который придет на смену REST API, когда мы не, так скажем, не методами с ключами там и параметрами запрашиваем инфу, а практически здесь еще GraphQL этот, ну, как SQL, только GraphQL. Мы графы передаем, если говорить про мат-логику. Мы практически пишем, а вот дай нам все розовенькие фрукты. Вот мы не пишем фрут, роуз там и тогда... Точка с запятой. Да, 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 да. А мы просто, ну, я, может быть, утрировал, но что-то такое. И она говорит, что вот мы все software инженеры каждый раз придумываем шоппинг-карт? На хрена? Почему мы просто не можем сказать, нам нужен шоппинг-карт и уже продавать? Не, ну, ради бога, на самом деле, она просто говорит о профессии, там, менеджера, например. То есть, менеджер, он тоже не будет писать код, он скажет программистам, нам нужен шоппинг-карт и вот тебе шоппинг-карт. А вот она хочет, чтобы в мире одни менеджеры остались. Понимаешь, она профессиональный шовинист. Продукт-менеджеры должны, говорит, все работать просто и все. Они говорят, приложение делай это, а приложение делай. А они только продают, там уже предлагают услуги и все. Я не знаю, вот у нас читатели слушали, читали такую книгу, я читал просто в детстве такую книгу про чувака, который загадывал желание, когда переламывал спички. У него был коробок со спичечной. А потом встретил чувака, у которого было тонны этих коробков спичек, властелина практически мира. Он переламывал, у него что-то случалось. Вот она так хочет. Она здесь еще пишет, я, говорит, хочу создать программу, она сама ее будет создавать, драгондропный интерфейс, в котором можно выбрать, какая программа нужна. Прямо именно апп. Я посмотрю, как она создавать будет, там придется код писать, скучный. Ну да, но она видишь, она хочет всю эту жертву на себя взять, написать весь скучный код в мире, чтобы потом никто уже не писал. Ну ладно, нормально. То есть, короче, доминирует она просто так по полной. Ну прикольно, прикольно. Это еще у нас последняя, да, статья? Нет, предпоследний. И она еще пишет, а еще знаете, что будет прикольно? Прикольно что-нибудь писать для виртуальной реальности. Я как раз недавно одну купила, это круто. HTC вайфоне купила. Так, HTC вайфу. Да. Ну и здесь ее троллят в комментах, если честно. Это понятно, я вижу, там все дисапплейнт, и ты вообще досвидос. Ну в общем, вот да. Напишите, как вы относитесь к горячим мексиканкам, а мы переходим к дисплеям. Свойства дисплея, да, неизвестные свойства, неизвестные значения свойства дисплея. Я опять оговорился, как в начале, так и в конце. Чен Хуй Жин к нам пишет. Неожиданно. Извините. Ну если, ну такой человек пишет нам. Чен Хуй Жинг. Так вот. Он нам рассказывает, что вот мы используем все свойства дисплей, а даже не подозреваем вообще, насколько оно крутое. Мы ведь все знаем блок онлайн, на максимум тейбл онлайн блок. Сейчас кто-то узнал про флекс. Кто-то? Ну да, кто-то. Про флексбокс. Кстати, у нас есть видос про флексбокс, можете посмотреть. А кто-то узнал про грид, потому что грид только еще делается сейчас стандарт, но будет готов в скором времени. Ну давайте, говорит, рассмотрим про вот эти, те, которые мы все знаем, а потом она нам, почему она он, чем? Все-таки ху-ху. Все-таки да, он. И потом рассмотрим уже интересненькие. Погоди, погоди, погоди. Так, сейчас, а будет вообще про, что такое дисплей, будет вообще, нам расскажут? Да, здесь есть, что есть, так скажем, бокс-модель, бокс-модел, в html-дерее, и бокс-модел, и бокс-три. Бокс-три – это дерево всех элементов, а бокс-модел – это презентация каждого элемента в коробочной модели, так скажем. Ну-ка. И на самом деле, да, в зависимости от того, какое свойство дисплея мы примем, столько, такую коробку займет элемент на странице. Ну-ка. Здесь с картинками будет очень понятно. На самом деле, даже вот то, что мы используем дисплей-блок, это на самом деле укороченное, а в полости написать дисплей-блок-флоу. Угу. И в спецификации на v3.org, если вдруг мы зайдем, на, точнее, cssvg.org, cssworkinggroup, ну, короче, v3, v3c, там, вот в этих всех, них в этих стандартах это написано. То есть, если вдруг вы читали, то да. А он как раз всего лишь прочитал стандарт и решил просто законспектировать. Ну, китаец чувствую. С авторучкой выписать, да. Display None, самое классическое, такое первое значение. Все, оно самое не дефолтное, и по умолчанию ее ни у кого нет. Мы когда его присваиваем, то у нас элемент полностью выдирается из потока документного и ведет себя документ так, будто этого элемента не было вообще. То есть, он схлапывает все пространство между ними. Сразу хочется напомнить про Visibility Hidden, который просто скрывает элемент, но пустое место от этого элемента остается. А дисплей нам его прям с корнем вырывает. Display Inline, дефолтное значение для ашек, спанов и прочих, емов, стронгов и других семантических элементов. Это такой, внутри строковый элемент, то есть, он просто, если говорить про текст, несколько слов можно обернуть, вот так вот. Так. Мне вот эти пунктирные границы, знаешь, что напоминает? Ну-ка. В Word 97 анимация муравьи. Муравьи, да. Рыжие муравьи. Так вот, да. Display Block, это коробочные элементы блоковые, которые именно занимают всю строку. По умолчанию, естественно, можно там писать разные ширины, влотить их туда-сюда, но занимают всю строку. Display List Item, дефолтные поведения для лишек, только для лишек. И именно с помощью, именно у лишек с List Item, дисплеем, можно делать List Style, там точечку, квадратик, любые там картинки. List Style Image даже есть. Здесь есть CodePen, который нам показывает различия между всеми этими элементами. И есть классический inline-блок, который, в принципе, ведет себя как inline-вый элемент, занимает неполную строку, но не переносится. То есть, грубо говоря, inline-вый элемент, если доходит до конца строки, он может переноситься без дефиса на следующую. Inline-блок не переносится, в этом их единственная разница. То есть, он вроде как бы в рамках линии не занимает всю линию, но если следующий элемент, тоже inline-блоковый, не вместится, то переносится на следующую строку. Я не знаю, нормально ли я на слух объяснял, наши слушатели, напишите в комментариях, но для зрителей здесь все понятно, что CodePen показан. Так вот, здесь сказано, что вообще очень часто, говорит, мне приходилось создавать такой компонент, адаптивный, так сказать, числовой, ну не шагомер, а вот хреновину, которая плюсиком-минусиком добавляет цифры. И вот, говорит, я вот на CodePen сделал с помощью как раз разных дисплеев, если мы посмотрим его код, то будет у него, сейчас скажу, он, кстати, еще сюзи здесь использует, спан 4 в 12 и так далее, это прям дисплей блок и float left. Так вот, на маленьких экранах он сделал inline-блок, и все, то есть вы можете видеть, я сейчас это сдвину, по умолчанию у нас float, и потом хоп, и inline-блоки. Причем я сейчас сделаю еще меньше, и там оно вообще один под одним становится, минусики-плюсики. Короче говоря, просто жонглируя, так скажем, свойством дисплея, уже можно нехилые такие штуковины делать. Ну, как бы так. Все у нас же суперверсальщики нас слушают, поэтому их пока этим не уделишь, но я вас обещаю, дальше мы вас удивим. Во-первых, дисплей table, о котором многие забывают уже, потому что таблицами больше не верстают, но на самом деле, поведение таблиц можно присвоить любым элементам. И я, если честно, ну, хотя нет, я догадываюсь, зачем это делать. То есть, как бы, мало ли что. Вдруг какие-то данные вы хотите потом таблицы представить, потому что у них есть всякие прикольные штуки, типа они равномерно распределяют ширину между ячейками, в зависимости от того, сколько они там места занимают и так далее. Ну, так вот, у свойства дисплей есть гигантское количество table related, свойств. Я не буду их все зачитывать, но некоторые из них table, table cell, это ячейка, table column, это всякая лонка, table caption, даже есть, элемент caption. Есть inline table, то же самое, как inline блок, но только, то есть, грубо говоря, занимает всего строку, не полную строку, но не переносится. Поэтому, можете здесь всякое пробовать, здесь есть, так скажем, дефолтные значения для тдшек, чик, т, хэдов, тейблов, и так далее. то есть, это именно на, на примере классов. Что было бы, если бы мы, с помощью дивов, сделали таблицу, и классами добавили, тх, тд, там, и тдр, да, тдр, да, здесь тдр тоже есть. И вот эти все свойства можно туда закинуть, будет как дефолтная таблица. New kids on the block, новые детишки на районе. Вау! Да, новые детишки на районе, это дисплей flex, про который здесь у него целые три параграфа, но суть в том, что мы как на ниточку нанизываем, так скажем, элементы, и выравниваем их или по горизонтали, или по вертикали, но опять же, у нас здесь, можете справа нажать на блок i, information, и выбрать здесь список видосов flexbox, потому что я на него оставлю ссылку. Да, можно вот по этой ниточке выравнивать, причем не только по центру ниточки, но и над ниточкой, и под ниточкой, так скажем. То есть, если нам надо в один ряд в одну колбаску как-то выровнять, интересно, flexbox нам поможет в этом. И если мы не знаем, сколько этих элементов, то есть их может быть 5, 6, 10, они могут динамически добавляться, и они будут отлично себя вести, если мы с помощью flexbox их будем выравнивать. Там же есть большое количество свойств типа flex direction. Ну, это flex direction, понятно, это именно направление, чем обернуть, какой поток, туда-сюда, и так далее. А есть еще order, можно переставлять местами, выравнивать там по 4 на каждую ниточку, и так далее. То есть, ну, тут большой, целый мир гибный, с flexbox'ом. Я вот его не очень люблю, правда, но вот есть конкретно несколько use case'ов, для которых он прям хорош, а именно для мобильных вертикальных версий, как на телефоне, для чего изначально он и был придуман. Ну, я это уже многократно в этом подкасте говорил. Display Grid, новая спецификация, которая позволит нам делать гриды, именно HTML-ные, или CSS-ные, нет, HTML-ные гриды, это как раз Suzy, про него я тоже здесь оставлю ссылочку на видос, потому что, блин, он крутой. Это такие, да, Suzy это HTML-сетка, мы с помощью классов, там, чего угодно показываем, практически как в Bootstrap'е, только Suzy более динамично, он высчитывает все в зависимости от данных, значений. Так вот, а грид, он нам позволит делать CSS-гриды в том смысле, что мы прям свойства грид контейнер, грид айтем, и здесь тоже есть линии, то есть можно только верхний ряд, левый ряд выбирать, грид лайн, пропуски, так скажем, ниточки те самые между ячейками, и есть грид цел и area, самое интересное это area, выбрать, например, только два, две правых колонки, а левую не выбирать, например, и только им присвоить какие-нибудь цвета и так далее, по-моему, это прикольно. Да, то есть это все будет расцениваться, ну, сюзиевские гриды, это все равно условные гриды, потому что они дженерик, ну, можно как бы с помощью псевдокласса, CSS-ных добавить там четные, нечетные, и так далее, а тут можно будет прям строго выбрать конкретные сектора, так скажем, это прикольно, но это пока не везде имплементировано, вообще не везде, я имею в виду браузер, а есть не new kids on the block, не новые детишки на районе, а всякие экспериментальные детишки на районе, хипстеры, да, прям хипстеры, потому что есть, например, дисплей run-in, догоняющий практически, и пример такой, здесь с помощью, так скажем, слушайте, а, ну, здесь, понятно, здесь имплементировано, так скажем, короче, рассказываю, вот есть у тебя ашка заголовок, а есть за ней пэшка, если ты делаешь у заголовка run-in, то он встраивается в пэшку в эту, и, грубо говоря, перед, как before, становится как псевдоэлемент before в этой пэшке, но семантически находится все еще над ней, оно вроде как бы прикольно, то есть, грубо говоря, все видно, заголовок становится как буквица в этом параграфе, на семантический он все еще над параграфом, но почему-то он изначально был имплементирован в 2010 году, про него даже Крис Хойер у себя на CSS3 списал, а потом из всех браузеров его выбили, и теперь он нигде нет, но фишка довольно прикольная, и то есть, здесь, можно добиться тем же самым, сделав дисплей in line, но она не будет работать, пока ты этот дисплей in line сам в саму пэшку не вложишь, а это уже семантический тупо, надо вкладывать ашку в пэшку, поэтому, ну вот, тут проблема, дисплей ruby есть, вау, рубинчик, да, казалось бы, что такое дисплей ruby, а я тебе скажу, что такое дисплей ruby, это для языков типа, типа ruby, практически, да, типа китайского и японского, то есть, то есть, там в два ряда написан текст, в том смысле, что над каждым иероглифом, как в таблице, еще может быть что-то написано, я открываю статью этого же Чен Хуй Джинга, простите, и у него здесь прям показано, потому что в браузерах это на данный момент работает, реально, то есть, здесь есть иероглиф, а над ним есть расшифровка, и оно прям отдельно вот так выделяется, вижу, прикольно, да, и там в разметке оказывается, есть html элемент ruby, почему интересно ruby они назвали, они любят рубины, что ли, рубят? ты посмотри, это, получается, такие ячейстые элементы, грубо говоря, у тебя вот тут два иероглифа, тут две аннотации, и оно как ограненное рубин у тебя получается, понял, понял, выглядит, да? это у меня такая ассоциация, не, я согласен, согласен, но ассоциация такая, есть прям html элемент ruby, html элемент, х, блин, html элемент rbc, ruby base container, rb ruby base, rtc ruby text, так, отлично, ну и здесь прям разметка, открывающийся, руби закрывающийся, как тейбл, это та самая тема, когда ты мне сказал, что я многое, чего не знал, я вот это вообще не знал, а тут охренеть, что оказывается, ну, так, отлично, то есть, я так думаю, японцы и китайцы отлично это знают, потому что у них, так скажем, у них это просто в обиходе, у них это используется, каждый день, информатики в школе изучают, да, а вот тут, ну, прикольно, мне понравилось прям, дисплей контент, да, сейчас я это подзакрою, и есть еще дисплей контент, он, так скажем, вот есть у тебя параграф, сэймин шо, здесь вот, в данном случае, и у самой пэшки, дисплей блок, и есть граница некая, и, ну, рамочка, то есть, и фон, когда идешь дисплей контент, он убирает рамочку и фон, оставляет только контент внутри пэшки, то есть, грубо говоря, он вырывает этот элемент, высыпает все, что было в этом элементе, и все, то есть, ну, как, я не знаю, ну, я вроде описал нормально, и, по факту, оно уже имплементировано во всех браузерах, я сейчас в CodePenny показываю, как у него здесь есть, что я при сужении, у него на медиа запросе это сделано, здесь вот есть Person of Interest, большой, так скажем, блоковый элемент, я когда довожу до небольшого, так скажем, вьюпорта, у меня пропадает полностью и бордер, и бэкграунд, здесь остаются маленькие какие-то такие, как квадратные скобочки, но это, я так понимаю, или Safari тупит, или ему там надо было что-то еще дописать, но, короче говоря, работает примерно так, остается просто все, что внутри было этого блока, и все, довольно неплохая штука, если вы меня спросите, для мобильных версий сайт, то есть на основном сайте у тебя было большое, так скажем, у тебя было большое, то тут у тебя маленькое, да, у тебя был большой, большая, контейнер с фоном, и так далее, а на телефоне ты это все убрал, у тебя осталось только контент, по-моему, очень круто, вот, вот я, вот этих двух последних, так скажем, не new kids on the block, а именно странных чуваков, я вот это не знал, напишите в комментариях, знали вы это или нет, но вот, вот так вот, закончилась у нас разработка, переходим к легенькой такой темке, из социальных новостей, про призму, по-любому все слышали, уже теперь думаю, наверное все, я еще раз вам расскажу, просто, здесь даже нету картиночек, я даже не кинул с лайфхакера, ту самую статью, но давайте просто пройдемся, потому что, призма, это приложение только для ios, но не для android, пока видимо, когда деньги начнут жать, они и для android сделают, но, пишите, если вас бомбануло, из-за того, что нету на android, да, а вот для ios есть такое приложение призма, которое, на самом деле, очень умно, оказывается, там даже практически нейронные сети используются, изменяет ваш рисунок, точнее вашу фотографию, в рисунок, причем в рисунок, какого-то из известных художников, и это представляется, как будто фильтр, то есть вы берете свою фотографию, загружаете, и в стиле, допустим, Эдварда Мунка, который нарисовал крик, я бы даже сказал, написал крик, они же пишут, который написал крик, делает вашу фотографию просто криком, элементарно, то есть меняет стиль полностью фотографии, и очень круто, и как мне кажется, хайп, так скажем, вот который по поводу этой программы, он проплачен, ну так, и я... согласен, я на самом деле только о том, ну давай, да, я просто скажу, почему, я скажу, почему он проплачен, потому что наша статья называется, Mail.ru Group, станет акционером призма, и пацан, который придумал, мне еще нравится здесь сокращение, Mail.ru Group сокращают, как MRG, MRG, пацан работал раньше в My.com, который придумал призму, а My.com, чтобы вы понимали, это, ну, дочерний проект Mail.ru Group, Алексей Моисеенко, сделал такое приложение, как только сделал, уволился из My.com, потому что, ну, бабки, потому что уже нет смысла ходить в офис, можно делать призму, и как я понимаю, здесь история такая, что, если он это делал на базе Mail.ru, то есть My.com, прям там, это как проект, то, возможно, прям бесплатно достанется, задарма, а если нет, он вечерами это делал, то они хотят, значит, у него купить ее практически, ну, практически купить, да, вложиться в бабло, и уже призму развивать своего имени, соответственно, наверняка добавлять фильтры платные, наверняка, ну, монетизировать, потому что сейчас, как я понимаю, это абсолютно бесплатно. Да, я пробовал. Вот, еще какой вариант, вариант такой, что, там куча народу уже инвестировала бабло, в том числе Mail.ru, и вот то, что они инвестировали конкретно, это, скорее всего, все пошло в рекламу, звезд, рекламу везде, потому что, как тебе сказать, тут инвестировать-то не хрен, то есть, понятно, что чувак разработал, ну, ему надо было... Стоп, у них там нейронка. Кушать, да, понятно, что сервера, кушать и т.д. и т.п., но я думаю, что это в том числе и пиар, потому что все звезды, блин, вообще, кто мог, все сфотографировали звезды, блин, призме, и сказали, что это классно. Да я больше чем уверен, что звезды, они по детям, просто взяли и сфотографировались. Ну, да, может быть, может быть и так, то есть, тут вопрос опять же. Я почему считаю, что это проплачено, не в том смысле, что, ну, короче говоря, это наглядная иллюстрация того, что если ты хочешь что-то продвинуть, просто возьми, забашляй бабки и продвинь. Это да. И потому что мы с тобой, когда опять же были, были там, где нельзя называть, где мы говорим каждый раз в 2011, у нас было приложение Paper Camera, Да. Оно без нейронки делало примерно то же самое. Понятно, что здесь заново отрисовывается именно типа картина. Не, я хочу просто подчеркнуть 2011 год. Это было на четверках, на айфонах. Да, это было на четверках. И мы так забавлялись, на самом деле прикалывались, очень много фотографий с Америки, просто, наверное, несколько альбомов можно сделать из вот именно на Paper Camera сделанных. Да. И, понимаешь, там вот, хоть как мы разбирали с тобой неделю или две назад, про то, что не верьте, когда вам говорят, сайте с искусственным интеллектом, все это говно. Вот тут, ну, как бы, тут, наверное, не говно, тут в натуре у них нейронка, потому что, ну, качественно, прикольно получается. Ну, так вот, знаешь, не посвященному зрителю, так что по Paper Camera, что это, ну, да, по аксиоме Эскобара одно и то же, на самом деле, поэтому... Согласен. Напишите, как вам, возможно, вы Алексей Моисеенко, а мы переходим к следующему, про Цукерберга, немножко поговорим, буквально одной строкой, тут спалили фоточку в честь 500-миллионного посещения в месяц, так скажем, то есть, так называемой вау-аудитории, то есть, не вау, точнее, мау-аудитории, да, мау-аудитории, то есть, monthly active users, 500 миллионов посещает Instagram, который, собственно, куплен Facebook, отчего Марк Цукерберг очень был счастлив и сфотографировался с такой классической рамкой из Instagram и своей фотографии и на фоне как бы своего рабочего места с ноутбуком. Молния, 4 минуты назад Пентагон снимает запрет на службу трансгендеров в армии США. А, то есть, будут там. Теперь можно там встретить. Короче говоря, вот, возвращаемся к Цукербергу, который сфоткался, и у него на фотографии заметили кое-что. Например, то, что у него заклеена камера на ноутбуке. Да, действительно, причем каким-то чуть ли не белым скотчем малярным, чтобы наверняка. Да, но кроме этого не ограничилось этим, тем, что он страдает как бы опасением, что увидит, что он делает. Еще и у него заклеен микрофон, то есть, он не хочет, чтобы его слышали. Причем там именно джек заклеен. Да. То есть, как бы сказать, может быть, микрофон и там, но у меня у старого макбука, который нет, это старый, 2010 года, там микрофон был отдельно слева сверху. А тут он, видимо, в джеке. Ну и... А, ну да, вижу, вижу, тут как раз две точечки, две дырки. Да, ну и третье, то, что он пользуется Thunderbird, вот этим почтовым клиентом, mail клиентом, от Mozilla, насколько я помню. Просто, такой вопрос, опять же, его ли это рабочее место? Если это его рабочее место, то он просто сидит среди обычных людей, где практически люди кушают, идут рядом, обувь снимают, написано еще, журналисты Гизмода, которые тоже обратили внимание на снимок, пишут, что они более чем уверены, что стол за спиной Цукер Горрига принадлежит именно ему. Ну, что, почему, какого, грин, ну вот они уверены, прям вот уверены, забожились. Мне еще нравится, что на этой рамке, которую он держит вокруг себя, так скажем, ну он от себя, то, что он Цук, Зак пишет, thanks for, ну, thank to everyone, там, бла-бла-бла, community, help us, а личного. А некий Кевин, и как я понимаю, это чувак, который изначально Facebook придумал, я вот не знаю, но возможно Кевин, он ему вот так вот палец вверх такой ставит, что, блин, классно вся. Good for you, молодец. Good for you, Ну вот такая шутка-вспышка практически. Переходим к Twitter Engage, хрени, еще более короткая новость на самом деле, потому что я уверен, что нас только одни селебрити слушают. Ну, дуроч нас точно уже слушает, как мы выясняем. Да, значит, ребята, с verified аккаунтами и прочие fabulous пацаны смогут использовать такую аналитику очень крутую, которая будет в Twitter внедрена. И вы сможете просто, вас так это Engage нет, вы просто будете, блин, вовлечены в... Так нет, суть в том, что ты будешь лучше вовлекать своих фолловеров. Да, 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 соответственно, и ты, и ты будешь понимать, кто у тебя, и, ну, то есть, такая охренотень, которая без тайм-ленты, без всего, просто ты смотришь, как у тебя что лайкают, как у тебя что и твитят, как подписываются, как ставят пальцы вверх, опять же, ну, ну, в общем, вы поняли, да? Ну, такая штука. Даже больше здесь нечего сказать. Twitter Engage, который не работает пока в России, как я понимаю. Ну, ты просто, ты же Fabulous, у тебя не работает. Да кого? Просто в Abstore его нет. В Abstore нет. То есть, это не то, что... В каталоге. Я не знаю, вот я просто искренне хотел попробовать, я вот, допустим, я скачал, и что, я когда ввожу свой Twitter, мне скажут, не, чувак, ты лох. Иди, передай телефон тому, кто не лох. Так, что ли? Или что? Хороший вопрос, на самом деле. Так, идем дальше. Это последняя тема, да? Facebook кнопки, да, последняя. Фейсбук редизайнит свои кнопки. Заредизайнил. Между прочим, кнопки культовые, такие как лайк. Ну, это уже второй редизайн, как минимум, на моей памяти. То есть, спокойно не живется. И здесь можно даже не листать абсолютно статью, тут ничего нет. Ну, то есть, пролистаем, но потом. Здесь именно вот в хедере этой статьи. Да, я так и думал, на ней задержаться. Нарисовано вот current design, да, и new design. И в current design, там счетчик-то вынесен отдельно от лайка, от кнопки. А в новом дизайне прям на кнопке. Прям внесен. Внесен. Вопрос юзабилити, как бы вынесение счетчика от кнопки, это же две разные разницы, да? счетчик-кнопка, как бы мы понимаем с вами, что у тебя даже ни на одном устройстве нет счетчика с кнопкой прямо. Нет такого. Ну да. То есть, всегда счетчик это отдельное табло. Я, забегая вперед, назад, не знаю куда, новый дизайн увеличил на 6% количество лайков. А, ну все, там, то есть, хорошо уже стало. А, ну все, да, вот у меня именно так. Но, нет, с одной стороны я понимаю, о чем речь. О том, что когда нажимая кнопку, ты прям присоединяешься к этим 68 тысячам, понимаешь? А я думаю, видишь в чем? Там палец вверх на новой кнопке есть. А что, раньше лайк был? А раньше была буковка F. Ооо, ну слушай, да, палец вверх. Я думаю, вот только это сработало. Ну я напоминаю вам, что теперь можно не только лайкать, но и там возмущаться на фейсбуке, там много эмоций. Шесть. Кстати, да, но тут я уверен, что... Это просто лайк, как лайк. Видимо, тебе мне нравится поставишь, когда такое нажмешь. Ну и остальные кнопки, естественно, в стиле тоже такие синенькие. Да, только они теперь не отличаются. Согласен. Это тупо, ну, блин. Особенно шея и фоллоу вообще не отличаются. Да, и когда каунтер внутри, я его не вижу теперь. Мне прям приглядываться. Приходится различать, глазами разрывать лайк и 68к. Очень спорное обновление дизайна, поэтому напишите в комментариях, как вам? А мы можем уже двигаться к нашей любимой CSS, Content Management System. Какой CSS? WordPress. А, CMS. Да. Ну ладно. Да, у нас есть на этой неделе рубрика про WordPress и там даже целых несколько тем. Ты говорил, много будет? Ну, я когда говорил много, их было три, потом я одну дробну. Сейчас две. Отлично. Но зато интересно. Прям дискуссионный я буду даже с тобой говорить. Обычно-то я... Я обычно представляю, больше у тебя нет просто. Я как бы да. Так вот, почему некоторые плагины WordPress оставляют, так скажем, Orphan, это осиротевший таблиц, ну, висяки. Висячие таблицы. Почему не чистят за собой? Да, почему не чистят за собой в базе данных? И на самом деле, прям вот многие пишут в этих, в ревью, в отзывах. Я удалил плагин, а у меня много говна осталось в таблицах. Какого хрена? И на самом деле, один из чуваков, это конкретно про плагин WP e-commerce, говорят, то есть аналог WU-commerce. И автор пишет, так это, чувак, а вдруг ты потом заново его накатишь, а у тебя вся инфа уже есть? А вдруг тебе эта инфа каким-то другим плагином потом пригодится? Ты же не знаешь, как именно это будет потом использоваться. Вот, допустим, я приведу вполне конкретный пример из моей практики. Давай. Здесь Джефф, он как бы не то чтобы спорит, а просто именно думает. Он говорит, вот висики. Допустим, он говорит, Gravity Forms тоже у нас висяк оставил. И говорит, я, говорит, мало того, что, так скажем, удивился потом, а потом я обрадовался, что она не удалила всю инфу, потому что остались все формы, которые у меня до этого были. Потом вышло Gravity Form 2.0, оно все подцепило и все прикольно. И говорит, все еще те таблицы, те формы, которые я создал, и мне говорит, даже прикольно посмотреть, что я раньше создавал. А вообще, говорит, надо ли это, потому что, если они висики, к ним нет доступа, они не увеличивают, так скажем, время запросов к другим таблицам. Это бессмысленно. В рамках таблицы идет запрос, другие таблицы вообще не мешают. То, что они занимают какое-то место в базе данных, тоже существенно не увеличивает ничего, потому что в оперативке хранится только та таблица, к которой идет доступ. И на самом деле удалять хоть, а вдруг ты случайно плагин деактивировал, удалил, а он у тебя всю инфу уже подчистил. Ну, это дичь вообще. Надо, любое такое действие, сопровождать красными кнопками, там, большими варнингами, биохазард, практически, вы там обостретесь, в странице, будете менять, если уж нажмете на кнопку. Так что это, все вот такое, и я начал с того, что был пример в практике. Мы как-то раз, у нас был вопрос по поводу того, а вот тут есть этот, терм мета или пост мета, вот допустим, был какой-нибудь плагин с лайками, потом мы его выключили, а у каждого поста, у которого были лайки, у него остались храниться вот эти вот лайки висячие. То есть, грубо говоря, до того, когда был этот плагин, ну там по идишникам, все, было три лайка. И мы искали какое-то решение, которое нам подчистит от этого всего, даже не в плане увеличить производительность, хотя здесь конкретно бы и помогло, потому что таблица вппост мета, она распухает от вот этого, от этих всех висеков, даже если к ним нет доступа, просто там проиндексировано в любом случае по названию. И, ну, с другой стороны, мы нашли решение, вот есть впп оптимайз, у нас на ее обдизайне раньше он был, а сейчас я перешел на впсвип, свип сметать от слова, типа как щеткой с меткой сметать. Так. Так вот, и там есть просто кнопки конкретно, очистить, пустые категории, туда-сюда, туда-сюда. Я первый раз, когда это делал, я нажал очистить все, я думал, ну че, зачем? и потом я нашел конкретно, какой кейс будет тупо очищать, пустые рубрики. Знаешь, почему? Вот была у тебя рубрика WordPress, допустим. Допустим. Потом ты удалил посты, которые на него ссылались, а у тебя прям была козырная оформленная рубрика, прям даже фичард имидж был для этой рубрики, для страницы именно этой рубрики и так далее. Там написанный title, description, все прям круто. Это когда подчистил пустые, а там он автоматически, если к ней вот в данный момент случайно посты не прикреплены к этой рубрике, то он ее выпиливает, тебе заново надо это все делать. И ладно бы, если это одна рубрика. А если ты любовно сидел и все 150 своих рубрик вручную прописывал title и description, как это я, например, делал на ее веб-дизайне, то будет очень сильно обидно. Поэтому это большой вопрос, на самом деле, надо это или нет. И в самом конце джефф играет, а надо ли вот ну как бы в правило директории плагинов дописать, чтобы был какой-нибудь процесс деинсталляции. Пусть хотя бы по желанию. Типа, вы удаляете плагин, хотите ли вы, чтобы он почистил за собой? Да или нет? Ну и тут в комментариях 23 комментария, разделились мнения, естественно. Не, мне интересно, знаешь, что? Как в других системах работает? Как там в друппале, например, ребята сделали? Тоже никак, походу. Тоже все храним в SQL-ке и не паримся. Ну друппале не плагины, а модули, хотя это не имеет значения. Мне кажется, модуль модулю рознь. Вот где-то есть, где-то нет, и я считаю, что автоматически точно ничего делать не надо. Это точно, да, это лишнее. А вариант прибраться, ну, хорошим тоном была бы возможность такая, но это не должна быть core-фича. Это, знаешь, надо плагин такой писать, который будет тебе типа ускорять твой wordpress, так скажем. Ну вот они и есть, типа воптимайзер и так далее. То есть, ну, ну не знаю, пишите в комментариях, вот вы считаете, нужно ли именно висячие таблицы чистить? Я думаю, таблицы нет, а если именно какая-то вот такая инфа, как у нас по лайкам, когда мы от того решения отказались и как бы вообще это убрали, да, наверное, это почистить было бы хорошим тоном, но на самом деле, конечно, сложно. То есть, мы хотели для нужд нашей компании написать отдельный плагин, в котором мы бы выбирали, что нам надо вычистить. Терм мету, пост мету, юзер мету, ставишь радио баттон и в инпут пишешь название, типа, у всех убрать там лайк, ну или там пост, нижнее подчеркивание лайк, кнопку нажал, он все выберил, чтобы можно было точечно вот это, ну, пока все еще не пришлось, хотя на самом деле, вот то, что я сказал, это фактически уже все написание, то есть там remove пост мета и все, и там remove юзер мета. Ну, просто надо собраться, сделать, мы хотели это в рамках большого решения сделать и по добавлению, и переиндексацию, допустим, ввели новое какое-нибудь поле типа лайков, когда мы его ввели по умолчанию еще нету у всех нулей, не расставлены. И на самом деле можно, конечно, на уровне приложения проверять, если вообще не существует поле, или если оно равно нулю, то показывает нуль. Но иногда надо прям полностью проиндексировать, например, для каких-нибудь счетов, чтобы у всех счетов по дефолту было более там статус не оплачен или там оплачен, если это CRM какая-то, то вот такая индексация она тоже бы помогла и вот, ну вот, как-то мы такое решение все еще не сделали, поэтому я вот хотел, да, подискутировать по этому поводу, мне интересным показалось, забавно, что джефф тоже с чего-то интересно. так вот, про плагин директорию, следующая тема, мы с тобой обсуждали как-то мокапы, мокапы, новый плагин директории и вот она уже в открытой бете. Ну-ка, wordpress.org, там что-то пацаны даже на открытую бету собирали. А меня редиректно, она работала, когда я готовился к подкасту, а сейчас уже не работает. Ссылка про openbet а сырка, ссылка, ссылка, ссылка про новые плагины. и вообще нет, почему-то она теперь не работает. Да, меня и 9 директит на главную, подвели меня, совсем подвели. Кстати, ну раз уж мы сюда перешли на wordpress.org, у меня в футере залайкины на фейсбуке эта страница, у меня там вместо пальца уже галочка стоит, то есть там палец меняется на галочку, что у меня уже залайкины, там вместо лайк написано нравится, естественно, и 1 миллион, и... Я тебе так скажу, у меня все еще старый дизайн на этой кнопке. Да, у меня новый. А как так? Не знаю, обкатывают. Попробуй контроллер. Я контроллер попробовал специально. Я видимо в Ирландии, у меня, на мне тестируют фейсбук. Так, ну и давай, фактуру расскажи, в чем прикол-то это все-таки этих плагинов. Ты как понимаешь, в том шутка, что я хотел, если честно, прям в прямом эфире и поражаться ее там это. А она не работает теперь. Охать и ахать. Я хотел в натуре охать и ахать, а теперь не могу. Я успел только заценить то, что там просто все по-новому. То, что, ну, блин, черт, есть ли здесь, да, здесь есть старая новость, Hard at Work, если ты нажмешь в самом начале, то там был скрин плагинс, слайдер, популар, трендинг, бета и так далее. Там примерно такое есть, и мне еще чем понравилось, что там там были фичерд плагины, всякие там Акисмит, Jetpack и Popular плагины. И Popular плагины тоже самое, что фичерд были, Jetpack, Contact Form 7, Акисмит и все. А так и есть, по сути, да. Ну, согласен, да, так и есть, но смешно. Причем, мне знаешь, что нравится, я просто здесь увидел в Popular Plugins Really Simple Capture и Contact Form 7, они в одном стиле вот эти иконки какие-то такие мультяшные нарисованы, такие... А так ты же понимаешь, что Really Simple Capture он из Contact Form 7 поэтому, да, из одного места руки растут. Ну, отлично, отлично. Тем более, он там даже еще пишет и ты за Originally Created for My Contact Form 7 плагин. Если ты один чувак и сделал. Ну, ты смотри, ты наблюдательный пацан. Короче, подвели, суки, я не понимаю, какого хрена, Warp 3 40. Возможно, в следующий раз нам повезет. Ну, может быть, не знаю, но сейчас нам только на Научпопу повезет. Научпопа. Блин, я не закрыл тему про телепортацию, вы теперь знаете, что мы хотели ее обсудить, но мы не будем ее обсудить. Дропнули, хреновая тема. А следующая тема из Научпопа теперь, да, из Свет из Подземли. Она у нас так называется. Свет из По... Из Научпопы. Да, да. Уйти под землю, чтобы увидеть солнце. Так, автор озаглавил, мы часто его читаем. Зеленый кот. Зеленый кот, да. Он рассказывает про то, что вы видите на картиночке. Первая же картинка прекрасная. А кто не видит это, это просто, это грандиозно, я бы так это назвал. Бриллиант. Бриллиант, да. Огромная такая, можно сказать, яма, в которую, как же он, как это он назвал? Реальная строительная площадка в Подземелье? Это не из какой-то компьютерной игры. Это вот, вот эта вот глубокая золотая, а что еще в Америке любят добывать? Золото. Глубокая золотая шахта Северной Америки, Холмстейк. И там, в ней, внутри, кроме того, что золото просто пацаны в шляпах ковбои добывали, да, но еще и расположилась научно-исследовательская астрофизическая лаборатория Sanford Underground Research Facility. Кроме, я просто чуть-чуть вклинюсь, так скажем, интерьера архитектуры на планете Татуин, мне это напоминает еще и вторая картинка конкретно. Я смотрю, и третья. Еще и на планете Ход. Короче, они наносят ответный удар, они там походили по их бункеру. И вот сколько мы в Battlefront с тобой играли, в Battlefield тоже, сколько мы в Battlefront с тобой играли, вот такие были локации. Да, одна из них была. Гранату кидаешь туда и нормально. Там круто, круто. Да, и вот дальше, например, следующие фотографии, здесь уже конкретно видно, что трубы, все серьезно, провода какие-то, в общем, кто видит, тот прям получает удовольствие, я надеюсь. Тут еще вот этой сеткой обтянуты, в Европе так обтянуты скалы, чтобы камни падания. Да, 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 то есть очень так осторожно все аккуратно сделано, действительно, научно-физическая лаборатория, астрофизическая. Вот, довольно странное сочетание подземной галереи и изучение космоса, то есть вы могли бы подумать, ну бред, чтобы в космос, надо наоборот смотреть в космос, да, а не под землю. Но, здесь вот Рэй Дэвис некий, химик, он такое открыл, что просто охренеть оказывается, представляешь? Из-за того, что туда не, ну, как бы не проникают в эту дыру, в эту яму, какие-то другие лучи космические, туда попадают конкретно самые длинные вот эти лучи, и он с помощью этого смог, как же это сказать, нейтрино отделить, понимаешь? Потому что они все проникающие, они смогли туда забраться. Да, а остальные там ни хрена, то есть там ничего нет, а нейтрино до туда долетает. И он практически Нобелевскую премию там получил, открыл, в общем. В 2002-м действительно получил, да. Нейтриные осцилляции вот эти вот, то есть охренеть чё. Здесь дальше есть фотография издалека, это похоже на наш метрострой челябинский, если кто знает. Да не только, и на элеватор сверхуще-бромовский, да, да, вот это шахта Homestake. Вот в 2001-м году собственно сама золото, я так понимаю, кончилось, ну или не кончилось, оно осталось всего мало, да. Просто да, нерентабельно, там надо было наверное 30 тонн породы ради 2 граммов золота. Да, и в общем владельцы передали собственность, то есть туда, типа штату, так что Южная Дакота владеет, молодцы. И потихонечку, я так понимаю, там начали выделять бабки просто для вот исследований научных, уже не золотых, а научных. И, как я понимаю, так, что дальше-то происходило, вот они бабло выделили, тут вот основа фотография вот этой вот горы, где они там что-то роются, точнее не горы, а ямы. На эти средства построили полноценные научные лаборатории, и там даже кампус внутри, вы знаете, то есть именно в глубине, куда только нейтрино доходит, там чуваки живут. Прикольно. И, я так понимаю, я надеюсь, что там у них воздух-то не заканчивается, да, то есть нейтринами. и поэтому ее уже везде ищут. И, например, вот ксенон, взяли-приехали на девятке прокачаны, посаду, занижены. Массой в треть тонны. Да. Вот. Значит, кроме этого опыта, вот здесь, ребята, здесь сама вот эта хрень ксенонова изображена, да, фара такая, так скажем, одна большая фара. Ты думаешь? Мне кажется, по бокам вот эти... Тут, на самом деле, тут не фара, тут сам газ. Ну, понятно, да? То есть, бак с газом. И здесь вот пару таких парней колоритных сидит на каких-то трубах рядом с вот этой вот шахтой. Nerds searching for wimps, у них написано на футболках, что значит, так скажем, задроты ищут темную материю. Ну, да, частицы, гипотетические частицы темной материи. Да, ну, очень любят обсуждать эту тему все. И я, насколько помню, в теории большого взрыва ее иногда там... Шелдон, по-моему, перешел на изучение темной материи. Да, потому что он понял, что это фигня все, и надо... Я помню, было разочарование у него. Вот, ну, здесь небольшие такие срезы труб показывают, как что располагается. Здесь мне нравится... Я сначала прочил там маржаный эксперимент. Но нет, это не с маржаной, это с маджорана эксперимент. Эксперимент. Попытка уловить антинейтрино, они все с нейтрино забавляются, так как они, ну, нашли само нейтрино, и вот, эту асселяцию не было бы, они здесь уже работают с античастицей. Они пытаются установить, что нейтрино может быть и античастицей самому себе. Угу. То есть, как бы у нейтрино нормально все. Если ему не везет с другими нейтриншами, то он как бы сам антинейтрино может быть. Сам собой может, да. Да. Вот. Как в случае с экспериментом ЛАКС, я так понимаю, это то самое эксперимент с самим нейтрино. Пока подобных явлений зафиксировано, хотя их пытаются поймать, а, нет, это какой-то другой эксперимент, видимо. Окей. Еще какой-то эксперимент здесь, вот, например, осциллятор какой-то делали, хрен знает. Тема компактных ускорителей для астрофизических испытаний. И эта хренотень, конечно, не очень впечатляющая. Это коллайдер, только массивный. Да, чувак говорит, что да, это практически коллайдер, но не коллайдер. Вот такая штука, интересная, на самом деле, находится в Южной Дакоте. А тут в самом верху было интересно сказано, на какой глубине или нет? Да, по-моему, было. По-моему, было. Я не сказал, на самом деле. Полтора километра, ё-моё. Это очень глубоко. Это до хрена глубоко. Это до хрена глубоко. Марианская впадина, если не изменит память, конечно, 11 километров. Ну, там-то такие неидарина, что, мне кажется, там живёт кто-нибудь. Там, ну, кто живёт? Там Трамп живёт. Он всплывает иногда. Рыбный Трамп, И вторая наша тема, такая научпопная. Четвёртая посадка New Shepard. Научные эксперименты, тест отказа парашюта и первая полная трансляция пуска. В общем, мы очень часто любим говорить про Илона Маска здесь. А в этот раз не будем про него говорить, а проговорим про его коллегу или, может быть, конкурента, я не знаю. Коллеги могут быть конкурентами. Коллеги могут быть, да. Которые делают New Shepard. Вот в минувшее воскресенье. Да, это актуальная инфа. Ну, нет, это достаточно старая инфа, но просто. Вот, Shepard, New Shepard. Ну, короче говоря, две недели назад. Две недели назад запускали четвёртый раз и это такая хренатень, такая ракета New Shepard, которая способна прям высоко, суборбитально подниматься. И вот краткий ликбез нам рассказывают про то, что New Shepard это многоразовая ракета, так же, как у SpaceX. Причём SpaceX недавно только этого достигли, а пацаны, которые делают New Shepard. Значит, мне быстро я скажу, напомню аналогию, что с призмой. SpaceX как призма, они просто пропиарились. Согласен. И до них были подобные разработки. Да, а вот эти ребята спокойно садят и не проблема своей ракеты уже несколько раз, видишь, уже четвёртый раз, и они уже даже испытывают посадку без одного парашюта. Здесь вся статья про то, что они это пробовали без одного парашюта. И они, ну, естественно, понятно, что со всеми парашютами ракета совершает мягкую посадку, просто тормозится, и это не проблема для них. Я не знаю, на самом деле, как там SpaceX садилась, наверное, тоже парашюты использовали? Какая там технология физическая? мы же видели в Инстаграме без парашютов, по-моему, вообще. То есть, они, видишь, у них другие технологии, а вот эти пацаны вот так. Да только понимаешь, какая разница. Цель-то у нас сделать хрень, чтобы там удешевить полёты и так далее, а тут не надо стримать друг друга. Фу, у тебя без парашюта или наоборот. Да, продолжаем. Это значит, опять же, как вот у нас жидкостные космические ускорители разрабатываются, а в Америке твердотельные. И никто, ни мы не можем твердотельные делать так круто, как они, ни они жидкие, как мы. Просто по разным путям прошли, но по факту все мы можем в космос с ними лететь. Да. И здесь сразу приводится вот сам научный эксперимент, то есть сама вот эта вот взлёт и посадка корабля New Shepard. Между прочим, New Shepard это в честь одного очень крутого чувака, Алана Шепарда, названа ракета, корабль, который, между прочим, в 61-м году ещё полетел в космос. В мае. В мае. Гагарин в апреле полетел, а он в мае. На самом деле, месяц разминулись. Да, Алан Шепард это герой, на самом деле, американский. И вот что же было с этой... Здесь нам немножко, немножко, опять же, ликбеза про то, что вы, вообще-то невесомость можете достичь даже в моторе. То есть, просто подпрыгнув в машине, в автобусе, от вот этой не очень большой скорости будет не очень большая невесомость. Меньше секунды, да? В самолёте до 30 секунд можно словить вялое, кислого. И в суборбитальном полёте несколько минут. Реально, можно... Вот в отпуск мы полетим. И просто подпрыгни в самолёте, и тебя выведут сразу. Выкинули самолёт. Вот именно. Ты невесомость словишь. Кислого опять же. Мак-Конахи. Суборбитальный полёт несколько минут и орбитальный полёт сколько нужно. Ну, понятно, что в самом космосе, когда вы уже там летаете вообще хрен где, вы просто уже парите. Ну, вот, а суборбитальная ракета, такая как Нью-Шепард, например, можно, опять же, эксперимент проводить несколько минут. Невесомость. Ну, точнее, что эксперимент? Это просто вот, потому что там на этом Нью-Шепард, кроме, блин, просто посадки и высадки, сразу кучу экспериментов ставят. Ну, чтобы не гонять просто так, полосу. Да, лысого не гонять просто так. Делают реально. Вот, например, collision into dust. Например, изучение процесса столкновения твёрдых объектов с пылью. Почему бы нет? Взлетели, невесомость, поймали, с пылью столкнулись, нормальная тема. Ну. Я дальше, там смешнее будет, это нормальная ещё тема. Дальше 3D wetting. Отлично. Это когда у вас не получается иногда, вот, это смачивание в невесомости. Причём, не надо смеяться, смачивание не того, не того, что вы думаете. Здесь смачивание таких вот всяких штук, типа, знаешь, как движок, когда там топливо проходит, его нужно смочить слюной. Нормально. И тогда будет всё хорошо. Вот они это в невесомости тоже тестируют, естественно, как это будет происходить. Будет ли действительно лучший движок топлива поступать. Вот такие приколы, например. И здесь очень прикольная тема, что эти исследования все доводят нас, знаешь, до чего? Вот, например, здесь ссылка на специальные чашечки, которые изобретены для космонавтов. Теперь они могут спокойно пить из открытой хрени. Это спокойно, да, по-твоему, когда ты с такого пьёшь? Мне напоминают какие-то обувь, наверное, женскую, да? Каблуки такие. Ну да, согласен, я тоже. Так вот, когда ручка, это уже какую-то эту лампу Аладдина и Джина. Да, теперь им не надо просто там из тюбиков жрать, блин, у них есть вот такие туфельки. Ну, причём, я сейчас опять же оригинального Аладдина ты-то видел, который именно персидские сказки. Да, да, видел. Они там реально противны, и там у него лампа именно вот такая корявая, круглая была, непонятная. Я вот сейчас здесь не могу нагуглить по-быстрому, не буду много на это времени тратить, но оригинальный персидский Аладдин, если смотреть книжки, у меня просто книжка была. И там реально всё противное, этот видос было. Не вот эта красивая их лампа, а вот да. Да, далее, следующий, немецкий эксперимент, например, какой-то сталкивающийся в невесомости шарики пыли, то есть всё, с пыли прикалываются, самое дешёвое, потому что, видимо. Да уж. Вот, лётные испытания. Тут была, естественно, трансляция велась, кроме самих опытов, велась трансляция, как, чё взлетает, как, чё происходит. Было прикольно, чуваку просто интересно, как они завозят, вот, например, саму ракету. Как они, на каком, на каком машине, на какой. Показывают, какие там закрылки, хренилки открываются, ему просто интересно это. Ну, на самом деле, сама-то ракета на лысого всё-таки похожа. На лысого, да, которого гоняют. Я сразу просто перейду к интересной вещи, ты сейчас доскроллишь. Да, понятно, что ему интересно, на каких там амортизаторах стоит ракета, естественно, на каких, как, чё происходит. Ему ещё, так, проскролль просто до, да, вот где она на амортизаторах стоит, то есть он там стрелочку. Как бы понять, ты где, а, ну вижу. Стрелочки показывает, да. Потом он показывает, что вот очень прикольно схема, вот очень прикольно сделаны, что тросы держат вот такие специальные штуки, которые там, вот сейчас обрати внимание, на башню недалеко от старта, в дальнейшем она будет видна левее, и ниже ракеты. А, нет, подожди, это, это другое, нет, башня проебрашена другое, вот, вот эти два троса, да, кабели стартового стола, после отстыковки просто повиснут на тросах, то есть они не как-то там, знаешь, чё-нибудь отлетят, и всё круто, они просто подвиснут, и всё, а ракета взлетит. Такой прикол. А вот сейчас про башню про эту, про поговорим, он говорит, что, ну, во-первых, там очень, нет людей, то есть это всё автоматизировано делается, никто там вокруг ракеты не бегает, с молотками не стучит по ней, да, иначе, поплевать, так тряпочки протереть, да, он говорит вот про вот эту вот башню сраную, где они там что-то поджигают, я сейчас скажу точно, да, видите, дымок от башни, почти наверняка, это башня дренажа, дренажа жидкого водорода, дело в том, что жидкий водород имеет очень низкую температуру кипения, ну, это некий такой, как он называется, антифриз в машинах, поэтому необходимо до последних секунд перед пуском доливать его в баке и избавляться от испарившегося, газообразный водород взрывоопасен, поэтому его обычно отводят подальше и поджигают, ну, вот, Махмуд, поджигай, ну, вот, ну, в общем, ему прикольно, что шепард, она такая вся потертая, там, все рисунки, вот, даже американский флаг, там, такой потертый, и, но это потому, что она уже четвертая, я так понимаю, да, четвертый пуск, то есть, все-таки это краска-то отлетает, там, какие-то, ракета уже выглядит потрепанной, на ней облезает краска, результат воздействия атмосферы при подъеме и спуске, если нагрозовые системы будут успешными, то вид облезлой ракеты станет привычным, кстати, на ракете не видно инея, если на кислородно-керосиновых ракетах можно обойтись, без теплоизоляции баков, и, например, союзы покрываются льдом и белеют, вот, видишь, вот такие, ну, там, причем прогресс прям написано, да, ну, вот, в общем, из недавнего, короче говоря, стартовала ракета, бла-бла-бла, все отстыковалось, все хорошо, и, да, можно сразу перемотать, просто здесь все не суть, суть в том, что, да, действительно, один парашют убрали, и ракета приземлялась достаточно быстро, они еще, самое главное, парашюты раскрывают очень поздно, то есть, так, ну, прям страшненько становится, раскрывают парашюты, возможно, каждый раз прям адреналин получают, сейчас, сейчас, подожди, давай, о, ни хрена, блин, последний момент, как-то его круто, да, да, и вот там три посадочных вот этих парашюта, огромных, больших, там есть картиночка даже, один не раскрылся, и, ну, специально, естественно, это мы сейчас думаем, что специально, специально, они потом, блин, короче, давай сейчас это, делаем медиаповод, когда-то мы специально это сделали, ни хрена прокатило, ну, так-то просто четвертый раз, чтобы пыль посталкивать, погнали, а тут у нас еще это, перемотай последние фотографии, и там, короче говоря, вот этот, уже, видимо, последний какой-то парашют, который раскрывается, и самое, что главное, если, открывается, короче, она приземляется, чтобы ты понимал, со скоростью 30 км в час, то есть, она в принципе разбилась бы нахрен, если бы не, под конец, 30 лет немного, это же не 30 км в час, но все равно, все бы там повредилось, это понятно, да, но под конец, если один парашют не раскрылся, посадочный, то включают хрень, как у лона маска, ну, обратные двигатели, чтобы как-то, и она спокойно тормозится, и просто садится, мне кажется, там вообще скорости нет, когда она садится, она просто вот состыкуется, прям как в GTA вертолет, когда садить надо было, да, да, прям оп, мягонько, иначе тебе не дадут золотую медальку за прохождение, вот у них так же, они на самом деле просто думают, что получится, не получится, и да. Ты что, темы слушателей, мы уже, наверное, пишем там, бог сколько времени. Ну и что, у нас же прощальный подкаст практически. Прощальный на две недели всего, так что не надо. На две недели, да. Так вот, посмотрим, просто там была парочка реально прикольных вопросов, которые я думал, я хотел бы, чтобы ты зачитал, именно ты, потому что ты тогда большой зачитывал. Давай. Александр Походюн нам предлагал опять же про пакеты Яровой, мы смотрели, смотрели, да, и обещал, обсудим такое, да. Интересно послушать, что-то про изобилие, это мы уже сказали. Здравствуйте, почти в каждом вашем подкасте упоминается один персонаж, которого мы еще не видели. В обсуждении некоторых тем Александр ссылается на него, и все чаще при его упоминании хочется представить, о ком идет речь. Саня, покажи нам своего батю. Вкратце расскажи, чем занимается увлечение и любимый цвет. Ты написал, что любимый цвет Pantone 448C, это тот самый, я напоминаю. Да, это самый самый отвратительный цвет. Самый отвратительный цвет. Остальное пусть останется в ваших фантазиях. На заводе он работает. Нормальная тема. Там все из этого цвета. Так, нам Роман, разробник из Украины, рассказывает, что он эти стрелочки делает с помощью типографической раскладки Ильи Бирмана. Красавец. Вообще круто. И предлагает обсудить прекрасную статью, которую мы через неделю обсудим про 105, ну не через неделю, в следующий раз, обсудим 105 e-commerce UX tips. Мой ник на русском языке, как мы могли догадаться, его точнее, Роман, разработчик из Украины. Мы догадались. Да, мы догадались, что не из Украины, а с Украины. Так вот, транскрипция, но мы вроде так правильно читали, только не разработник, а разработник. Ну неважно. Так, следующий раз. Много годноты нам принес Меля. Меля нам принес годноты, и скорее всего через неделю обсудим. Там тема, она короче везде бомбанула, реально. То есть она прям у меня во всех лентах была, но я не очень ее понял. И разбираться времени не было, поэтому скорее всего да. Хорошо, перенесли пока. Все, что вы знаете об искусственном интеллекте, ну было уже подобное, реально. То есть там... Там человек пишет ну и хрень. Ну да, Глеб, наш постоянный комментарий пишет ну и хрень. Вот так. Ему не понравилось, только из-за этого. Он сам вывезет, смех, о Глебу не понравилось, ну нахрен. Ахрен не будет. Алеша нам пишет. Всем привет, интернете есть куча тем наподобие этой. Расскажите, как вы к этому относитесь? Ну короче говоря, там про этот, самый короткий путь к карьере войти от Geek Brains. Вот, ну просто бред. Вы конечно извините, спасибо всем за все, что вы предлагаете, но вот, ну вот, бред. Как фанни статья, если захотели обсудить. Ну не захотели, она в натуре, она слишком фанни, у нас сегодня прям такое все вжаривает. Фанни бы тут нет. Давай дальше ты, почитай. UX исследование, нужен ли иконкам текст? Ну там прикольно. Мне нравится, как нам предлагают ссылки без ссылки. Да. Вот, можно еще, типа, что там прикольно, но мы, ну в следующий раз мы оставим. там прикольно. Потому что после отпуска будет хорошо, выйдем свеженькие. Вообще, я нормально Москву, Питер посмотрю, там выйду и вообще уже нормально, по-русски-то не буду разговаривать. О, буду говорить, аа, о, вот так вот. Дальше, 35 interface innovation that rocked our world, который мы обсудили, в принципе. Это как раз отсюда, и мне оно тоже на Web Designer News пришло, то есть на самом деле мы с тем самым Антоном у нас синхронизировались циклы. Да, привет, ребят, хотелось бы, чтобы обсудили одну старую, но возможно интересную тему по поводу CSS в онлайне. В частности, эту презентацию. Ну прям очень интересно. Пишет нам Виктор Келге. Короче, я тебе сейчас быстрый этот экскурс рассказываю, почему не будем обсуждать. Угу. Потому что там новая тема CSS онлайн-ово в JavaScript. Ты в JavaScript пишешь CSS и потом, когда подгружается какой-то компонент, ты этот CSS в текст ставил, просто туда впуливаешь и все. Чтобы у тебя, грубо говоря, выделенного файла вставил CSS не было, и чтобы у тебя стили к конкретным компонентам в этих же компонентах и хранились. Это сейчас прям супермодная тема, но мы же здесь супермодные темы во-первых, не обсуждаем, во-вторых, это про JavaScript, особенно там с использованием React, поэтому нет. А вот тут я как раз думал, что ты будешь вот это... Так, Глеб прокомментировал далее. Он относится к прошлому, кто вот не смотрел прошлый подкаст, посмотрите обязательно, там прикольные именно ответы на вопросы, и он отвечает, собственно, человечку и пишет, там человек в прошлой теме писал о своей любви к переносу дел на потом. И у него был вопрос, как с этим бороться? Я когда читал, охренел от подстановки вопроса. Я когда читали, причем, я когда читал, мы как бы читали с вами и охренели от подстановки вопроса. Очень захотелось написать для чела. Ответ настолько банален, что все его и так знают, но с чего-то решили бритву выбросить, а молиться и ходить по воде или другой рендой заниматься. Если ты откладываешь все на потом, забей на эти дела и вообще их не делай. Твое подсознание тебе прямее некуда говорить, что тебе нахрен это не надо. И научиться с желанием делать то, что не желаешь, оксюмарон. Нормальное явление, нехватка времени. Есть классные методики, японцы их няшат, ну японцы они всех няшат, по которым можно для большей продуктивности спать 2-3 часа в сутки в течение... Ой, да там японцы они в капсулах уже спят, там вообще хорошо у них все. Да, да, у них там что-нибудь говно прям отсасывается, шланг где-нибудь ночью, пока они спят. Но тем не менее. Реально экономит время на сон, никакой потери, не эмоционально. Они потом порно смотрят там с тентаклями, нормально все у них. Но это никогда не сработает, если ты вместо того, чтобы хотеть спать по 3 часа. Потому что тебе очень нравится любая хрень, которую ты делаешь, ты должен спать 3 часа, чтобы успевать делать то, что ты уже не в первую неделю откладываешь. Краткий ответ. Если нужно делать то, чего тебя воротит, это можно отложить, и при этом нет ни угрозы жизни. Тебя будешь откладывать, если нет угрозы жизни, да? Ну и нафига вообще этим заниматься? Ку-ку! Пора включать сознание для ответа на вопрос 10 класса, что ты реально хочешь? Да, в 10 классе спрашивают такие вопросы, что ты реально хочешь? Иначе говножизнь и откладывая на потом говнодел. У меня дурганы в Белоруссии тоже все с таким вопросом парятся. А где сейчас временно проживаю? На задающего посмотрят, как на человека, по меньшей мере, очень юного. Видимо, в Японии все-таки. Видимо. Хороший ответ полностью согласен, ты пишешь. Ну, потому что правильно. Если какие-то вещи сильно откладываешь, что надо просто их отсекать уже. Дальше нам Мердок Мазина пишет и пиарит курсы от Hexlitz.io и мы, собственно, как только они нам действительно заплатят, мы прям 20 минут про них или 40. Да сколько заплатят? Или 40. Или 40, да, если нам заплатят. Дальше Кампас Бой пишет. На CSRX рассказывают, как организовать свой лейаут так, чтобы при подгрузке контента он не скакал как сумасшедший. Чё? Я не знаю, это мы или посмотрим в следующий раз, или просто на сайте поделимся. Или, как говорит Глеб, откинем. Да, нет, там просто нормальная тема, но как и тут, не знаю, посмотрим, будет вписываться она в сетку следующего подкаста или не будет. Отличие в Грид подкаста. Bootstrap vs UIKit. Ну, естественно, расплывчиво, просто предлагайте нам, пожалуйста, темы, мы, как видите, мы их рассматриваем, то есть все интересные темы включены в подкаст. Да, да, правда. Или будут в следующий включены, или в этот, или вообще. Да. Вот еще одна интересная статья про типографику с хабра. Там неинтересная статья, поэтому просто поделимся на сайте, не будем обсуждать. Отлично. Посоветуйте, пожалуйста, бложики на Medium, на которые можно подписаться по теме веб-разработки. У них теплое ламповое приложение для айпатика, хочется по дороге с работы пару-треечку статей читать. Пока ждешь подкаст и об дизайн. Несмотря на неприкрытый подхалимаш... И спасибо. Да, и спасибо. Мы не читаем особо бложики на Medium, сами. Только точно в лентах приходят. У нас айпадиков просто нет. Согласен, нас, возможно, только из-за этого не читают. Да. Кстати, вот, можете Лорен Мендоза читать на Medium. Нормальная тема заходит. Клещи пухла вообще. От души вообще зайдет. Значит, Артур Гуринович или Гуринович, простите, если я неправильно читаю, пишет. Всем привет. Продолжаю рубрику мысли о мобильном. Хотелось бы услышать ваше мнение о мобильном дизайне, а именно, как правильно вести разработку для мобильных устройств, когда начинает процесс и что должно быть скрыто на мобильной версии. Показать все, что скрыто. Ну и, конечно, извечный вопрос. Как делать меню? Какое делать? Это у Xerox, надо спросить. Он знает там, какое делать меню. Я знаю, что вы уже неоднократно это обсуждали. Надеюсь, что-то изменилось с тех времен. И стоит пересмотреть некоторые моменты. Еще хотелось бы услышать мнение ваше о React, которое набирает популярность по какой-то причине. Что вы думаете об этой библиотеке? Спасибо за ваши подкасты. Очень круто. Можешь посмотреть. Я здесь ответил, что мы не обладаем компетенциями ни по React, ни по мобильной разработке. Так. Но на самом деле по мобильной чуть обладаем. Можешь просто на нашу мобильную версию посмотреть. И вот так мы и считаем. Если говорить про навигацию, то я искренний адепт вот этой навигации, как у нас скроллингового типа. Когда вы скролите те пункты, которые есть, и здесь вы видите я градиентики прям такие запилил, чтобы было понятно, куда можно еще скроллить, куда нельзя. Вот это круто. Мне кажется, что вскоре даже все, так скажем, экраны большие, десктопные и табу тач-экранами. И везде будем так скроллить. У тебя масло такое оливковое, крутую. Уже такое тебе комплимент делать. Оно просто какое-то такое хипстерское. Ну, обычное. Это не самое нормальное. Вообще, греческие надо брать. Но у меня денег хватило от раз на греческие, потому что они без скидки были. Хорошо. Аруан прокомментировал. Чуваки, я вас слушаю каждое свободное время. Вот every time. Знаешь, у нас был топик на английском leisure time. Именно вот свободное время, которое нахуй тратит. Но нет возможности смотреть. К сожалению, YouTube нельзя сворачивать. Ну да, с приложением беда. И хотелось бы попросить вас в какой-нибудь Android еще загружать подкасты. Я слышал про iTunes, но не нашел способа слушать оттуда через Android. Ты говоришь, можно у нас тут здесь футер и найти ссылку в Android и оттуда перейти и слушать. Да, там есть сразу перечень подкаст-приложений в Android, куда можно просто RSS ссылку запиндюрить. Ну короче, там есть все инструкции, не беда. Да. Аруан, ты сможешь получить весь наш контент. Ты сможешь. И дальше, пацаны, приготовьтесь. Да, наш любимый сплинкод. Сплинкод прокомментировал. Еще раз спасибо за прошлый подкаст. Очень хочется, чтобы были выпуски по вопросам мотивации и рынка труда в IT. Повторюсь по прошлому комментарию, поэтому попробую задать вопрос к вам, ребята, на эту же тему. Кому легко найти работу в IT? Кому найти легко работу в IT? Я понимаю, что вопрос очень обобщенный, но в силу моего непонимания этого мира, он меня все же волнует. Во-первых, мне... Чувак достаточно грамотно пишет со всеми запятыми, а я это, может быть, отмечал уже в прошлый раз. Во-первых, мне интересно, кому легче найти... Он даже тире большие ставят. Во-первых, мне интересно, кому легче найти в программисту, это индейцы-программисты, я вам подскажу, или веб-программисту. Просто за последнее время веб-индустрия ускакала так далеко, что в будущем Илон Маск на веб будет пилотировать реальные ракеты. Не дай бог. Да. По рассказам, чтобы разработать сайт в 95-м году мы открывали блокнот, писали код, открывали браузер. Сейчас, в 2016-м, скачал IDE и DE, установил Node.js, NPM, PHP, Composer, установил E6 Next, скачал jQuery, Bootstrap, Material, начал писать код, открыл браузер, блин, осталось еще добавить использование очков виртуальной реальности к этому всему. Я, конечно, понимаю, что все это с целью улучшить и упростить нам жизнь и профессии начинают доробиться, но как учиться джуниору всему этому, если в университетах учат только native программирование, и то так себе. Требования к native, ну, слушай, мне кажется, в разных университетах по-разному. Требования к native программисту практически не меняются, если C++ Junior программист, QT, STL, Boost алгоритмы, то это стандартный набор, которым составляет программа подготовки программам обучения в ВУЗе. А если мы говорим уже о веб, тут уж и не скажешь, что веб-джуниор, уже веб-джуниор программист, пласт информации, с которой нужно оперировать играми. А если мы говорим уже о веб, тут уж и не скажешь, блин, но еще так заворачиваешься. Ведь есть Node.js разработчик и разработчик. Уже выделили даже React.js разработчик. Посмотрите на HeadHunter. Ну, серьезно, если просто учить PHP, JS, CSS, то на реальные вакансии не всегда можно подойти. Получается, ты не на передовых новых технологиях? А? Ну, охренеть. Так кому же везет, native программисту или веб-программисту? Пишу в резюме ключевые навыки HTML, CSS, JS, PHP. В итоге, мой преподаватель в университете сказал, что это вообще ни о чем. Ну, так смотрите сами. Разброс огромный. В требованиях на реальную работу нужен опыт работы от 1 до 3 лет. Стажировку еще сложнее найти. При этом расти специалиста из джуниора 5 лет не каждая компания может. И будет веб-индустри. И будет веб-индустри. Обиженный. Сохотелось сесть за изучение C++. Однако, однако написал комментарий нам на сайт. Однако, реально все так может быть плохо, что тебе хочется уйти от динамического интерпретируемого веба в компилируемый мир. По словам многие по словам многие устраиваются C++ с java программистами и отношение к ним другое. А то, если ты веб-программирование изучаешь, значит ты PHP-быдло, которое даже не знает ничего о типах данных и алгоритмах временной сложности производительности. Хотя, давайте остановимся. Может, просто я и многие новичку не туда... Как и многие новички, видимо, не туда иду работать, не то читаю, не то слушаю. Вот, написал одному человеку, знал много нового. Он прямо и заявил, что он PHP-быдло и не боится этого. Зарабатывает под WordPress на Upwork, зарабатывает на этом по 3000 долларов в месяц, неплохая мотивация, но все... Но так кому же везет войти? Ему здесь даже отвечают, я не буду зачитывать это, потому что здесь еще такие не самые скромные комментарии, и в принципе, что мы даже одобряем, или одобряем, поддерживаем. Пишите нам такие длинные комментарии, это круто. Ты сам отвечаешь, что, дескать, ребята, этого YouTube-канала скажут свое мнение. Ну вот мы сейчас ему будем говорить, но, блин, я все-таки... Давай ты отдохнешь, а я позачитываю. Давай. Питер некий пишет, мне кажется, здесь и собралось то самое PHP-быдло в кавычках, поэтому Никол с содержательного ответа на свой вопрос ты не получишь. Либо это будет нитье о том, что все плохо, в скобках, те, у кого не получилось нормально устроиться, либо восторженные комментарии о том, что все хорошо, а ты только старайся и все будет. С пленком дальше отвечает, но возможно, этого и стоит ожидать, просто мне хочется услышать от ребят этого YouTube-канала, что я не думаю, то есть от нас. Я понимаю, что в жизни не бывает только черной или белой, там целая палитра, и у каждого она своя. Просто ведь у программиста должен быть срединный путь развить, срединный путь, как завещал Будда Люль. Если у новичка будет ориентирами деньги и слава, то вряд ли у него что выйдет, на мой взгляд, однако, может, я и не прав. Кто-то сразу затевает бизнес и раскручивается. Евгений Попов, автор видеокурсов по веб-разработке, вроде так стал зарабатывать неплохо, благодаря тем простым вещам, которые сейчас являются быдлокодерством. И, кстати, на его уроках вас вряд ли возьмут на работу. Туда потихоньку разрабатывают видеоигры, пока другие одногруппники по университету разгуливают по клубам и их приглашают в реальные компании. Они зарабатывают на этом, потому что выбрали правильный путь. Иногда хочется и самому придумать и разработать крутой проект, начинаешь в итоге что-то делать, но оказывается, что ты строил воздушные замки. Особенно было смешно смотреть на друга, когда он по книжке создал CMS, тупо скопипастил код подправил что-то и хотел продавать ее. Понятное дело, провалился и забил на программирование и бы посчитал все это надувательством. Но ведь проблема не в программировании, а проблема возникает в людях от незнания того, чего они хотят и куда-нибудь стремиться. Я и надеюсь, что ребята этого канала будут направлять своих подписчиков по правильному пути. Направлять подписчиков по правильному пути это как советовать всем ботинки 45-го размера. Не, просто стоит в том, что он, видишь, метается. То есть, нейтив там, веб-программирование, да? Мне кажется, что вот у чувака, ну не то, что у состоявшегося, а просто, который любит кодить, у него таких вопросов не возникает. То есть, если тебе нравится в программировании, тебе прикольно, чтобы это в браузере появлялось, ты берешь браузер. Тебе прикольно написать что-то нейтив, напиши нейтив. Ну, короче говоря, как я и говорю, это на вкус и цвет товарищей нет. Реализоваться можно вообще везде. Бэдлокодеры есть тоже вообще везде. Есть отличные C++ Юнити бэдлокодеры, которые тоже уже знают, как двиган подключить, там что-нибудь накидать и все. А сами они свой коллайдер, то есть, столкновение не напишут, потому что это все уже в двиган включено. И типа, зачем им это надо и так далее. Это все, значит, перекликается с теми, темами, которые мы сегодня обсудили, про программистов и операторов EVM и так далее. По поводу того, что нужно изучать кучу навыков, чтобы устроиться на вот какие-то работы, а вот подумай, надо ли тебе устраиваться на те работы, где берут не человека, а смотрят на его там навыки и так далее. Которые написаны на HeadHunter. Да, понятное дело, что, ну, как бы, реальность она такая и так далее, но может как бы... Не, здесь надо, знаешь, это, как прекратить искать языки программирования и начать жить. Ну да, и начать просто программировать, потому что тебе это и нравится. А там, ну, хочешь ты попасть конкретно в это место, подучить инструмент. Если ты хороший нейтив программист, тебе вообще не составит труда подучить и обычное программирование, в смысле веб. Обычное. Обычное, нормально. Ну да, да, человеческое. Если ты хороший JavaScript программист, тебе вообще не составит труда подучить React или Angular. Ну, просто инфа сотка, потому что это всего лишь инструмент, который является обертками для уже существующих каких-то функций, методов там и так далее. На самом деле, надо всегда изучать основы, фундаментальное что-то и никогда не обращать внимания на хайпы. нужны везде React разработчики. Я тебя уверяю, просто хороший JavaScript разработчики тоже везде нужны. Просто в тебе должны разглядеть этого хорошего разработчика. А для того, чтобы в тебя, в тебе его разглядели, ты не должен быть. То есть, надо не думать о том, на чем программировать, а программировать и на том, и на другом. Надо пробовать. Все же, это же вопрос пути. Ты все равно с голоду не помрешь. Опять же, не блокадный Ленинград, а попробовать то и другое, не заставить ни труда, просто выбрать, что тебе нравится. И у тебя не будет вот этих метаний, а не будет проблем. А как вот я вчера опять там забросил и не попрограммировал, потому что вот там дела были. Ты не должен это забрасывать, что ты хочешь этим заниматься. В этом как бы ключ основной. отлично. Колян пишет. Я надеюсь, что мы ответили тебе на Слиппин Коуд, на твои метания. Подожди, перед Коляном еще Алекс Яценко писал. Да, Алекс Яценко еще писал нам. Hey guys, your podcast was the best for me. Talk please about T-Journal.ru и там в общем ссылка на что там. Сноуден заявил, мы это обсудили. thank you, good luck, I'm waiting your podcast. Waiting for, как минимум. Это самое просто последнее из ошибок, другие исправлять не будем. Да, ну мы собственно поговорили, все правильно. Колян пишет. Хэштег верните разговоры у экрана. Если я не ошибаюсь, это уже второй раз. но он как бы пытается. то это был Колян или нет, но этот хэштег я уже вижу второй раз. хэштег верните разговоры. Дальше Макс пишет. Предлагаю тему Java и C-Sharp. Просто предлагаю тему Java и C-Sharp. Почему все убирают первое, какие плюсы и минусы? Я просто хотел односложно ответить. Выбираю первое, потому что она мультиплатформенная отличается с C-Sharp. Ну то есть под Java можно хоть с Linux, хоть с Mac. Не, а C-Sharp выбирают вот допустим с тем же Unity. Любят C-Sharp. В общем, то есть опять же от методов это опять же native программисты и веб программисты. Именно веб, я думал про веб вопрос. Понятно, что если говорить про приложение под винду, то стоп, вот и выбираешь C-Sharp, а не Java. Ну да. А если именно про веб выбирают Java, ну как-то так вот сложилось в индустрии, что больше Java'истов, хотя тоже смотрят где смотреть, если смотреть в песочнице Microsoft'ской, там C-Sharp больше. Так вот просто вот так сложилось исторически. Java'а раньше началась и более богатый у него путь был, хотя кто-то поспорит, это просто наше мнение. Фёдор Евреев прокомментировал. На мой взгляд полезная статья. И там статья с MediaTemble. Да, что надо стилизовать теги Pre, причём, если я не ошибаюсь, это с MediaTemble там с MediaTemble, но там Крис Кояр. Да, это он. Я просто только сейчас увидел, что нам следующий комментарий написал Ник Бабич. Стоп, я же скидывал тебя. Точно. Так вот, господин Ник Бабич пишет, привет, сейчас многие используют JS-фреймворки и большинство не понимают, нужен ли он в данном проекте или нет. Появляются ли у вас проекты, где фреймворки действительно облегчат и ускорят работу или PHP всё покрывает как кобылу? И какие, на ваш взгляд, задачи должны быть в проекте, чтобы их использование было целесообразным? У Ника Бабича у него почта была Ник Бабич дизайнер сова как в Mail.com и у него сайт Crackslist. Чувак прям по полной по всем нашим мемам прошёлся и я от души поржал, когда я копировал в Telegram. Отлично вообще. Так вот, на самом деле JS фреймворки надо использовать реально, только если он нужен или нет, то есть для высокодинамичных single-page applications. Так. Неважно, что у вас на бэкэнде, хоть WordPress, хоть там, я не знаю. Хренис, подскажу. И, да, хоть Django на Python. Если вам надо оперировать этими данными на какой-нибудь изоморфную хреновину написать, у которой данные будут и на клиенте, и на бэкэнде одни, синхронизированы, тогда используйте. А если нет, появляются ли у вас проекты, один был, но мы его так и не закончили, поэтому считать не появляется. Сказать не можем, да. Да, а пока PHP довольно покрывает, ну просто понимаете, куски, которые мы сами дописываем на Аяксе, оно как бы, может быть, и можно было подключить фреймворк, но подключать фреймворк ради пары страниц, на которых реально интерактив происходит, ну бессмысленно. То есть надо целесообразность оценивать трудозатратами и затратами сервера. Ну в смысле, короче, сколько файлов там подключать придется и так далее. И насколько вам команде вашей, если вашей команде легко подключить пабырику ангуляр на двух страницах, может и можно. Это все в зависимости от команды и в зависимости от того, от производительности, так скажем. Интро Серебряли нам прокомментировал. Частенько говорит, вас слушаю и смотрю. Спасибо за работу. Добавьте, пожалуйста, в подкаст что-то наподобие лучший провал недели. Он еще любит слэши ставить, потому что слэша тут ни одного в комментарии не нашел. Где вы обсуждали, например, Дисигны, лучшие и худшие плагины, дополнение дураков недели. Фафа-ля-ля разные. Вообще, что такое фафа-ля-ля? Интересно вас слушать, но иногда подкасты довольно сухие. А так будет чуть больше интерактива. Ну и ты отвечаешь за добрые слова. Когда есть провалы, лучшие и худшие недели мы всегда обсуждаем. Так что слушай, смотри нас и дальше, рассказывай друзьям и ставь лайки. И фафа-ля-ля. Ну и финальный комментарий. Джоский Человек. Джоский Человек. Да. Джоский Человек пишет нам. Вот и нашел. Ну там прикольная статья с FreeCodeCamp. Но, да. Ни хрена себе посмотрим. Следующий раз, видимо, посмотрим. Не знаю, сегодня уже не успеваю. Я еще раз вам просто напомню. Вот мы прочитали все комментарии и если вы вдруг хотите так же, чтобы мы зачитали ваши комментарии, обсудили тему, если она будет интересна, пишите на eobesign.ru справа в сайдбаре, как обычно, темы для следующего подкаста. Заходите, пишите комментарии и мы смотрим. Это не проблема. Еще хочу что сказать. Сейчас зайди, пожалуйста, на YouTube слэш eobesign. Так, я сейчас перейду. У нас в хедере есть социальные сети, ссылка наша и там есть команда. Давай, давай, перейди. Значит, вам задание домашняя работа. Мы немножко уходим на пару недель, как мы уже сказали ранее. Вам задание домашняя работа. Сейчас 19 тысяч 335. Значит, чтоб в следующий раз пришли. Да, чтоб в следующий раз пришли и было 20, не меньше. Больше, иначе не пройдем. Ждем пока два цаха и выходим. Ну, неплохое домашнее задание, не знаю. Я помню, у нас раньше было домашнее задание в первом видосе про SVG, когда наберет 2000 просмотров, типа, мы снимем про SVG-анимации. И мы на самом деле сняли SVG-анимации только на 5 или 6 тысячах просмотров. Поэтому у нас как бы конкурсы со временем. Короче, сейчас вас 20, пацаны, вы задолбали. Ну, 19 335, ну, дотяните, ну, друзья, ну, девушки свои, там, я не знаю кому, расскажите, батям своим. У БМА и СМЭКС уже 20,5 тысяч просмотров. Офигеть. Вот именно. А вы все, 20 тысяч не можете набрать, блин, подписок, подписков. Ладно, это все лирика, да? Переходим к обойке. Давай. А обойка, кстати, не лирик. А обойка будет сейчас такая лирика. Давай сначала я послушаю, что ты скажешь. Ну, давай, я даже не знаю. Ты меня настолько расслабил. Хорошо, я... Подожди, подожди, Мы, как обычно, ищем наш подкаст. Давай. Я... Слушай, тут круто, тут круто вообще. Ну, блин, нет, все, ты меня... Я настолько настроился. Хорошо, я расскажу, я расскажу, да. У меня есть две истории для вас. Просто я... Я сразу их почему-то придумал, потому что... Почему? Потому что... Потому что ты вышел из кухни, а я в это время сидел один и просто смотрел на обойку. У меня вот было такое какое-то настроение. Я представил себе, что вот... Представьте себе вы, теперь, что вы вот какой-нибудь такой, знаешь, маленький мальчик лет десяти, да? И вы живете вот в этом доме со своей семьей. И вас очень редко, но отпускают к озеру погулять, например, побегать, добежать до озера или, например, доехать на велосипеде по дорожке до озера. Я вот чувствую, добежать-то тут долго. Да, добежу, да, доехать. И вот озеро, это как раз вот наш подкаст, в котором вы иногда прибегаете, просите у мамы, мам, можно, ну ты сорванец, ну ладно. Следующая 20 тысячка будет, принесешь мне 20 тысяч. Да, это вот первая такая история, вы просто прибегаете к этому, к водоему, так скажем, к этому озеру, просто любуетесь вам, прикольно бегаете, играете. Это когда вам 10 лет. А теперь представьте, что вы такой мужчина, тоже глава семейства, возможно, который живет в этом доме, да, такой батька. У вас есть какие-то свои, возможно, такие взрослые уже проблемы, да, и вы иногда спускаетесь к этому озеру, так скажем, смотрите на него, просто-просто, потому что вы в 10 лет прибегали к нему, приезжали на велосипеде, смотрите, делитесь своими проблемами, как с подкастом с нашим. То есть комментарии уже пишите, пишите, те, кто пишет комментарии, это взрослые люди, конечно, главы семейства, не меньше. Да. Вот такая история. Прям крутая история вообще. Там еще, на самом деле, около деревни есть, ой, около деревни, около озера, есть какая-то деревенька, типа. Ну да, кстати. Это интересно кто. Это хейного, какие-то мажоры. А, это, это комментаторы на ютюбе, они прямо копались там по полной вокруг озера. Да, да, да. И требуют там новых. Хлеба из релищей, верните. Ну да, пишите, ставьте лайки, если вы и есть тот самый десятилетний сорванец, или уже глава семейства. Да. А мы можем вам напомнить, только что на нас можно подписываться в разных соцсетях, Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Есть у нас Телеграм-канал даже для, для оповещений. Для особо одаренных. Да, и Телеграм-группа чатик для самых неодаренных. Там вообще во канале. Короче, увидимся во второй половине июля. Да, во второй половине июля увидимся. С вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok